Мы все так или иначе додумываем и дорешиваем за клиента, что приводит к ошибкам. И сегодня в рамках вебинара я помимо того, что просто расскажу об основных, скажем так, ошибках, которые мы когда додумываем и дорешиваем, но плюс я расскажу несколько кейсов, как я сам, мои менеджеры или мои коллеги додумали, дорешили за клиента и таким образом потеряли сделку или попали в очень неловкую ситуацию. Мы поговорим сегодня о том, как же выявить истинные потребности, что это такое, в чем суть потребности, как докопаться до нее и какие преимущества вам будет давать то, что вы докопались вот до этой сути потребности. Давайте немножечко про правила поведения на вебинаре. Мы тут не обсуждаем политику, спорт и религию, да, относимся друг к другу вежливо, никого в чате не посылаем, потому что если кто-то будет так делать, мы его уконтропупим немножечко. Задавайте вопросы, не стесняйтесь, задавайте вопросы вот в любой момент, когда они у вас возникли, потому что самый глупый вопрос – это вопрос, который вы не задали. И вообще весь лейтмотив сегодняшнего нашего вебинара – это лучше переспросить и показаться дураком, чем не переспросить и оказаться дураком. Поэтому задавайте вопросы. Если вопрос прямо по теме, которую мы сейчас обсуждаем, я на него постараюсь ответить вот прямо сейчас, да, в районе, ну, в рамках этого же обсуждения, в рамках этого же пункта. Если он немножко не по теме, то вернусь к нему, когда мы тему закончим, ну, на переходе между тем, да, скажем так. Если он совсем какой-то открытый, который потребует рассуждений, то, скорее всего, в конце вебинара я еще раз пролистаю чат и посмотрю, на какие вопросы я не ответил. Тем не менее, накладки случаются, поэтому не стесняйтесь еще раз написать вопрос. Но вот 5-6 раз вопрос не надо писать, ладно? Я, скорее всего, его заметил, и когда будет возможность, будет время, я обязательно к нему вернусь. Все готовы? Поехали? Отлично, погнали. Итак, самая вещь, которая больше всего не нравится людям, это когда принимают решения за них. Вспомните себя в 16 лет, когда родители пытались что-то за вас решать. Вы как себя чувствовали? Хорошо? Или у вас все внутри протестовало, что я уже большой, я уже взрослый, я сам могу за себя решать? Вспомните, когда вам ваш мобильный оператор без спроса подключает какую-нибудь платную услугу, ну, например, там, учи английский за 30 рублей в месяц, да, или за 3 рубля в день. Вас это очень раздражает, потому что здесь, по сути, за вас приняли решение, вы не хотели, не давали согласия, а кто-то что-то сделал. Может быть, даже для вас, может быть, вы действительно хотели учить английский, но вот этот сам факт подключения услуги без вашего спроса, он невероятно фрустрирует, раздражает, и вы бы не хотели, чтобы так происходило. Но в недвижимости это происходит достаточно часто, и часто менеджер, немножечко, будучи слишком уверенным в себе, начинает за клиента решать, а что же для него будет лучше. И иногда некоторые специалисты, они прямо вот свое мнение, свое решение впихивают клиенту в глотку, вот настолько сильно убеждая его в том, что ему вот так будет лучше, что сам клиент начинает некомфортно себя чувствовать, да, и выходит из сделки. Для того, чтобы не делать этого, нужно выявить потребности, а потребности вы не узнаете, если не установлен контакт. Я вот из старой школы продавцов, да, которая исповедует шестиступенчатую систему продаж. Знакомство, установление контакта, выявление потребностей, демонстрация, работа с возражениями, и шестой этап, либо выход из контакта, если это массовые какие-то продажи, да, то есть, допустим, вы продаете недвижимость на масс-маркете, либо это взятие отзывов рекомендаций. В нашей сфере это, естественно, вот взятие отзывов рекомендаций. Шестой пункт. Вот эта вот шестиступенчатая система продаж, она по-прежнему, я считаю, что эффективна, да, и эффективно работает. Хотя, может быть, это я просто не способен научиться новым технологиям, но не суть. Я вам сегодня расскажу свою методику, я не считаю ее единственной правильной в мире, а ваша воля уже соглашаться с ней или нет, возможно, вы используете уже другие способы продаж. Но как-то одной девушке вот эта вот шестиступенчатая система продаж очень сильно помогла. Я на обучении сравнил с этапами построения отношений, когда вы знакомитесь, соответственно, потом устанавливаете контакт с человеком, который вам нравится, потом идет выявление потребностей, какую музыку ты слушаешь, а собираешься ли ты работать после свадьбы, да, и так далее. Потом идет демонстрация, вы, соответственно, краситесь, надеваете лучшее свое платье, да, и идете демонстрировать себя. Потом работа с возражениями, потом дожим на свадьбу, ну и потом у кого как, у кого взятие отзывов, рекомендации, да, а у кого счастливая семейная жизнь. И девушка поняла, что она прошла все этапы, и она сейчас находится на этапе дожим до свадьбы, и на следующий день вернулась уже с кольцом. Я очередной раз убедился в том, что эти шесть этапов продаж, они работают, и это, в принципе, этапы построения отношений с людьми. Ну вот даже вспомнить своих друзей, да, по сути, кто такие друзья? Друзья – это люди, с которыми вы когда-то хорошо установили контакт, потом выявили потребности и провели демонстрацию себя, и после этого вы дружите. Примерно то же самое происходит с клиентом. Смотрите, дело в том, что если у вас установлен контакт хорошо, то вы сразу же можете получать истинные потребности клиента, чего он на самом деле хочет, и клиент сразу же может с вами делиться, а чего он не хочет. И вы сможете подобирать, скажем так, не бороться с возражениями, да, не бороться с потребностями, а вы сможете в рамках обычного нормального человеческого диалога вести человека к приобретению. Здесь важно понимать, что вы как агент по недвижимости, вы не менеджер по продажам какой-то, вы не продаете там часы, автомобили и так далее. Вы для клиента скорее коуч по покупке недвижимости. То есть решение клиент должен принять сам. Вы должны на основе своей информированности, на основе своего опыта привести его к этому решению. Причем от качества вашего решения, от вашей компетенции будет зависеть качество жизни клиента. Мы здесь достаточно близко к врачам находимся, потому что от решения врачей качество жизни пациента зависит очень сильно. Вот здесь то же самое. Вы можете донести до человека преимущества, варианты, которые предлагаете вы, но ни в коем случае не пытаться за него решить или впихнуть ему этот вариант, который вам кажется наилучшим. Я карьеру свою в продажах начинал с продаж мобильных телефонов и уже через полтора-два года моего нахождения в салоне, когда ко мне заходили люди в салон, я уже видел, какой они купят телефон, какой он им нужен. Условно там Siemens, Nokia, тогда были разные телефоны, они отличались друг от друга очень сильно, сейчас они прямоугольнички черные. И тогда юношеский максимализм, мне было 18 или 19, я не понимал, вот человек пришел, я ему сразу же даю самый лучший телефон, почему он его не покупает, почему мы еще час гоняемся по всем витринам и все выбираем, а потом он все равно покупает то, что я ему уже предложил. И со временем я понял, почему это так, потому что клиент не хочет, чтобы я принял решение за него, клиент хочет принять решение сам, и я должен дать ему некую информационную базу. То есть я считаю, что вот этот вариант для него самый лучший. Я должен по укороченной программе провести его по своим знаниям и компетенциям, чтобы он согласился со мной, почему я принял это решение, почему я предлагаю ему этот вариант, и почему я считаю, что он для него самый лучший. И принять решение он должен сам. Знаете, когда мудрые женщины делают, мужчинам давать советы нельзя, знаете, как что-то посоветовать мужчине? Надо спросить советы у него, как бы он поступил вот в этой ситуации. И мужчина сам логически должен прийти к правильному решению. Это техника задавания вопросов спин, это отдельная история, мы не сегодня. Но самое главное, друзья, установление контакта – это этап, который очень часто забывается и пропускается. То есть вы по умолчанию работаете с клиентом, как будто контакт уже установлен. Именно с этим связан вот такой диссонанс, особенно если вы чувствуете, что у вас в начале отношения с клиентом есть некий диссонанс, вы уже нормально, отлично к нему относитесь, он там ваш друг, да, вы готовы с ним вечером в субботу ехать, то у клиента такого нет. Он просто позвонил человеку, а человек какой-то супер-мега-дружелюбный уже чуть ли не на свадьбу вам навязывается. Потому что этап установления контакта был потерян, да, вы не сделали его. Коллеги, я можно сразу же попрошу у вас опять обратную связь. Скажите, пожалуйста, вы на установление контакта выделяете отдельное время, что вот до определенного момента вы устанавливаете контакт с клиентом, вы ему ничего не продаете, вы ему, вы не выявляете его потребности, вы просто с ним вот делаете смол-ток какой-нибудь, да, болтаете о погоде, еще что-то. То есть человек, мы же 90% информации получаем невербально не из того, что человек говорит, а из того, как он говорит, какую интонацию он говорит. Вот вы сейчас видите меня, да, по вебинару. Зачем вам вот это изображение? Потому что вы хотите невербально посмотреть, как я про это рассказываю, да, жестикулирую ли я, есть ли у меня мимика, верю ли я в то, что говорю. Вот первые там 3-4-5 минут, вот эти установочные, когда вы в первый раз видите человека, подождите говорить о делах, дайте, покажите ему себя, как вы реагируете на внешние раздражители. Улыбчивый ли вы, вежливый ли вы, или вы грубый, да, какая у вас жестикуляция, вы открыты, да, вы показываете себя, или вы наоборот закрыты, да, вы себя не показываете, вы боитесь этого человека, не хотите с ним взаимодействовать. Это все считывается на автомате. Мы это считываем не логической частью мозга, а творческой. И это безумно важно. Поэтому вот эти первые 3-4 минутки, как перед встречей с, ну, вернее, при встрече с клиентом, первые 3-4 минуты, когда вы ведете его в офис, поговорите с ним просто, обсудите что-то неважное. Он должен настроиться немножко на вас, да, и вы на него должны настроиться. Быстренько чат. Так, выделяете ли вы время? Ольга выделяет. Ольга, вы большая молодец, потому что действительно многие забывают про это. Елена не выделяет. Елен, вот мы сегодня как раз сейчас это проговорим. Подумайте над тем, чтобы действительно первые 3-4 минуты после встречи обсудить что-то легкое, вот некий неделовой вопрос, да, о том, как вы добирались, добирались ли вы на такси, а я обычно езжу там, не знаю, на самокате или на мотоцикле, а вы сюда там с работы приехали, а кем работаете? Вот такое. Начните интересоваться человеком, потому что основной предмет, о котором человек всегда почти готов говорить, это он сам. И если вы хотите, чтобы человек раскрылся перед вами, начинайте задавать ему вопросы про то, кто он, какой он, да, что он думает и так далее. Любовь сразу выявляет потребность. Если незнакомые по телефону, то о чем говорить для контакта? Любовь, сейчас обсудим это. Тоже вопрос про разговор по телефону. Супер. Все зависит от клиента. Если расположен к общению, да, если нет, стараюсь расположить к себе. Наталья, все правильно делаете. Естественно, вы тоже считываете клиента, и вы опытный человек в плане общения. То есть мы, как риэлторы, общаемся с гораздо большим количеством людей, чем в среднем люди, да, которые там работают в офисе. И то, что для нас нормально, для людей, ничего себе, ты какой панибрат, да, пришел и сразу же в душу залез. Екатерина старается. Молодец. Это очень правильно. Секрет продаж в чем-то другом. Иногда тратишь на человека года, а он не покупает. Анжела, сейчас это обсудим. Всегда есть такая беседа, иначе нет понимания, что человеку надо. Виктория, вы совершенно правы. Итак, как же установить контакт по телефону? Во-первых, по телефону всегда чувствуется улыбка. Давайте так. Я сейчас на 10 секунд отключу камеру, чтобы вы не видели меня, но вы меня могли слышать. И вы должны определить, в первой фразе я буду улыбаться, когда говорю, или во второй. Добрый день. Меня зовут Михаил. Я специалист отдела продаж такой-то компании. Добрый день. Меня зовут Михаил. Я занимаюсь инвестиционной элитной недвижимостью. То есть я рассказываю человеку, как заработать деньги на недвижимость, а потом куда их потратить. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат, где я улыбался и какое приветствие вам больше понравилось. Как бы вы приветствовали своего клиента? Конечно же. Все, коллеги, все правильно. Второй с улыбкой. Скажите, вам было приятнее слушать первое или второе? Давайте отвлечемся сейчас от вашего ощущения. Вам было приятнее слушать отдел продаж такой-то компании, старший специалист по недвижимости, Ефрат, или все-таки вы бы хотели узнать, что за человек, с которым вы разговариваете. Вот это небольшое приветствие в 5-10 секунд. Вы должны придумать каждый свое. У меня это еще раз звучит так. Я специалист по инвестиционной элитной недвижимости. Я рассказываю людям, как заработать деньги на недвижимости, а потом куда их потратить. Это достаточно простое и запоминающееся, на мой взгляд, опять же, естественно, оно не идеально, запоминающееся приветствие, которое слышит мой клиент как одну из первых моих фраз. У вас есть такое приветствие? Или вы представляете просто там условно Аксинья агентства метр квадратный? Как вы это делаете? Потому что, если у вас нет вот такого представления, чем вы отличаетесь от тысячи специалистов на рынке? Вот смотри, человек решил выбрать квартиру. Куда он зашел? На какой ресурс человек зашел, чтобы выбрать квартиру? Вот он реально хочет купить. Вот все. Он собрал денег, он принял решение, он идет покупать квартиру. Что он делает? На какой сайт он заходит? Он заходит на какой-нибудь сайт? Или он сразу звонит вам? Я думаю, что он на сайт какой-нибудь зайдет. Куда? Пишите. Ольга всегда берет харизму. Ольга, вы совершенно правильно делаете. Харизма – это вещь, которую очень трудно описать, но которая невероятно на многое влияет. И харизма – это, скажем так, харизму можно развить, можно ей даже научиться, да, делать видимость харизмы, но все равно вот это небольшое приветствие, вы, я думаю, что согласны со мной, да, что вот это приветствие помогло бы вам налаживать больше контактов с людьми. Наталья, конечно, начинается с сайтов. Да, люди заходят на Авито. Люди, конечно же, заходят на Авито. И вот они начинают звонить по объявлениям. Ну, нет у них знакомого риелтора, вот так случилось, да. И что они слышат? Вот они обзванивают десятки, сотни компаний. В худшем случае они слышат, ваш звонок очень важен, для нас оставайтесь на линии, в лучшем случае они слышат, вернее, в среднем случае они слышат Ивана дел продаж, и в хорошем случае они слышат здрасте, агентство такое, это меня зовут Елена, чем я могу вам помочь? Я сейчас не про Елену, я в принципе. Или ничем могу вам помочь, да, а что вы ищете? Теперь смотрите диссонанс, какой у клиента в голове. Клиент звонит, чтобы ему рассказали про недвижимость. Клиент звонил, чтобы ему рассказали про недвижимость, а вы начинаете его спрашивать сразу же, анкетировать, причем это анкетирование, мы сейчас про это отдельно поговорим, это вообще боль отдельная. Давайте вернемся пока к установлению контакта. Вот человек вам позвонил, вы можете его поприветствовать вот этим коротким приветствием, 5-10 секунд, чтобы он сразу же понял, что он позвонил не просто какому-то Иванову в отдел продаж, да, а он позвонил нормальному, открытому человеку, с которым он может спокойно поговорить. если вы хорошо поговорили, если вы установили контакт, клиент с большим удовольствием приедет к вам в офис или приедет с вами на объект. Если человек отказывается к вам в офис приезжать, приглашайте его на объект сразу же на показ. Задача звонка не проинформировать клиента. Задача звонка назначить встречу с клиентом, потому что до тех пор, пока вы с клиентом не встретились, вы просто голос по телефону, который можно забить в черный список, да, и игнорировать спокойно эти звонки. Когда вы с человеком встретились, вы из голоса по телефону уже превращаетесь в человека, да, и уже почеловечите. Труднее взять и забанить вас, заблокировать где-то и отказаться от общения с вами. Поэтому еще раз, задача звонка назначить встречу, это основное. И приезжают не в офис, приезжают не в компанию. Нет, такое тоже случается, когда люди ведутся на репутацию агентства, и репутация агентства, это правда важно, но едут к человеку конкретному, то есть не просто в офис компании, да, а потому что там работает хороший человек. Потребности истинные расскажут человеку, это мы уже говорили, и мнению человека будут доверять. Если вы покажете себя не просто как хорошего человека, а еще и как классного специалиста, который знает то, о чем не знают другие люди, то высокая вероятность, что сделка будет именно с вами. Мы это отдельно разбирали на вебинаре технологии строительства современных домов, как объективными причинами объяснить человеку, что вот этот комплект покупать не стоит, а вот этот стоит, да, на основе объективных данных, да, как залит монолит, да, как выложен кирпич и так далее. Вот. Если вы будете обладать этими знаниями, доверять вам будут больше, потому что вы знаете то и рассказываете о том, о чем не рассказывает никто больше на рынке. И потом с человеком работают. Этап установления контакта не пропускайте, это очень важно. Так, быстро вопросы. Вопрос был в том, о чем говорить по телефону с незнакомым для установления контакта. Вот он сам позвонил по рекомендации, а я о себе харизматичной с улыбкой рассказала. Любовь, вот за это нам и платят, вот за это мы получаем деньги, потому что здесь скрипта нет. Вы можете себе разработать некий скрипт, да, но он по-хорошему, вот каждый день этот скрипт будет меняться. В ясный день вы же не будете спрашивать, ну как вы там, вы дождь не утонули, как я, например, спросил в начале вебинара. Вам нужно придумать что-то другое. По сути, это набор там из 20-30 фраз, которые вы будете комбинировать. Там, не знаю, если вам совсем незнакомый человек, вот это первый звонок, просто вы берете трубку, алло, и вам говорят, здрасте, я по поводу квартиры. Вот вы что отвечаете? Я отвечаю, ну отлично, вы попали по адресу, это лучший специалист в городе по инвестиционной элитной недвижимости, расскажу, как заработать и куда потом потратить, чтобы комфортно жить. Подскажите, пожалуйста, а что у вас? И начинаю задавать короткий вопрос, давая сразу же обратную связь. Как у вас? Не знаю, каждый человек разный и свои фразы я не рекомендую. Мои фразы хорошо звучат у меня, но при этом у других людей они могут звучать не очень хорошо. Как и представьте, я бы говорил какие-нибудь чужие фразы, там, не знаю, молодой симпатичной девушке, которой я не являюсь, поэтому ее фразы звучали бы в моих устах ужасно. Виктория, а я работаю часто удаленно, и встречи быть не может. В этом случае, если вы работаете удаленно, есть рекомендация, по крайней мере, была год назад на видеоконференции встречаться, но вот наши личные измерения показали, что видеоконференция не увеличивает эффективность продаж. то есть видео или аудио, по сути, по статистике, по конверсии у нас практически одинаково получались. Но я думаю, что здесь нужно замерять, конечно же, лично ваши. Может быть, вы гениально проводите видеоконференции, и у вас это будет более органично, скажем так, чем у меня, например. Так, Любовь пишет. Так вот, что у вас? Это уже снятие потребности, контакт же мы не установили. Любовь, еще раз, вот эта фраза, которую я сказал, это входящий звонок, это не я звоню, это входящий звонок мне. Я не знаю, кто мне звонит, курьер, клиент, продавец, приемщик, доставка молока. Я не знаю, кто звонит. И если я ответил просто алло, человек говорит, здрасте, я по поводу покупки квартиры. Я ему кратко рассказываю, что он позвонил в правильное место, да, с улыбкой, естественно. Я рассказываю, чем я занимаюсь. И дальше я вывожу человека на диалог. Здесь еще раз, здесь нет скрипта, нет идеальной фразы, которая вам поможет установить контакт. Мы вот в этом и есть ценность риэлтора, ценность человека, который в рамках каждого диалога находит правильные вопросы, да, и правильные ответы для того, чтобы этот контакт устанавливать. Скриптов на установление контакта нет. Скрипты есть. Заметьте, только на продажу откройте любой скрипт, и вы увидите, что нормальный скрипт начинается только с момента презентации клиента. Все, что до момента презентации клиента, это не скрипт. Это наметочки на разговор, да, такими очень крупными мазками. Так, окей. С установлением разобрались, что это необходимо, и вы должны это делать и по телефону, и при встрече обязательно перед тем, как вы продвинетесь дальше. Поехали. Выявление потребностей. Значит, на этом этапе нам нужно договориться о очень важных терминах. То, что клиент вам озвучивает в первую вашу встречу, называется запрос. В 80% случаев клиент покупает не то, что он озвучил в запросе. Потом вы, как специалист, начинаете выявлять потребности. Это уже запрос сформировался у человека из потребностей, а вам нужно докопаться вот до их сути. А самое главное, что сделку сделает боль. Что такое боль? Это самая главная потребность, ради которой человек пришел на эту сделку. Давайте по порядку. Итак, запрос. Вот клиент приходит и говорит, я хочу двухкомнатную квартиру за условные там 15 миллионов рублей в центре Москвы, рядом с метро и с полной отделкой. Ну, понятно, что это неадекватный запрос. Таких предложений нет. Но давайте зададимся вопросом, откуда человек взял вот все эти цифры, что у него в голове происходит, что он дошел до вот такого запроса. Еще раз, вероятность 80% он купит не это, не то, что он озвучил. Поэтому вы запрос можете записать, но вам этот вопрос нужно конкретизировать в потребности. Запрос – это результат самостоятельного анализа клиентам информации из открытых источников. Какие открытые источники? ЦА, Навита, Домофонд, Домклик и все остальные сайты, которые вы знаете. Может быть, они у вас в городе свои. Так вот, после того, как клиент поковырялся вот по этим сайтам, он нашел какие-то интересные предложения, на основании которых он сформировал вот свои потребности, какую же квартиру он хочет. Коллеги, а теперь вот напишите, пожалуйста, вот вы как считаете, человек зашел на Авито, вот сколько там мусорных объявлений, рекламных фейков, квартир, которых не существует в процентном соотношении. Напишите, пожалуйста, сколько процентов фейковых объявлений на Авито. Это нереальные квартиры, таких не существует, нереальная цена, нереальное состояние, ремонт, я имею в виду отделка, сказки, короче, фейки, сказки, как еще объяснить. Вот смотрите, Людмила пишет 85, Яна пишет 40, Артем 30 процентов, Наталья 85, Ольга 70. Смотрите, 60, 30, правильно, действительно. То есть давайте так, мы все согласны, что фейковые объявления на Авито есть, их много, ну, то есть это прям драматическое количество, их не один, два там на город, да, по моим ощущениям, чем крупнее город, тем в процентах больше фейков. То есть в небольших городах там условно 100-120 тысяч человек, 200 тысяч человек, фейковых объявлений немного, их может быть там 20 на весь город, и все знают, какая тварь это размещает. В больших городах фейковых объявлений невероятное количество, и они действительно в определенных локациях разрекламированных могут доходить до совершенно диких цифр, когда ты заходишь и понимаешь, что там на весь дом две живых квартиры, а остальные 50 объявлений это тупо фейки, летген. Потому что много достаточно сейчас компаний предоставляет услуги по летгену, а Авито, вот эти фейковые объявления, это один из самых дешевых летгенов, потому что завести новый аккаунт на Авито и раскидать туда 50 объявлений, это несложно, скажем так, это проще и дешевле, чем делать там сайт-клон застройщика, да, или лендинги, и туда делать посадки там с Яндекс.Директа, но это сейчас достаточно дорого. Артем их чаще делают, просто чтобы объять большее количество аудитории и потом впихнуть уже хоть что-то. Артем совершенно верный, в этом и есть цель фейков. Заманить людей на нереальное предложение. А теперь вот смотрите, вот человек покопался на Витам Цани, он нашел вот эти все вкусные предложения, потому что, естественно, они привлекают внимание, иначе они бы не были фейковыми, да, они бы не привлекали аудиторию. Там будет супер квартира за какие-то смешные деньги совершенно. И человек, он смотрит эти объявления, звонит по этим телефонам и ему говорят, ой, вы знаете, ну вот пять минут назад буквально мы приняли аванс за эту квартиру, давайте мы вам подберем что-то другое. Сталкивались с таким, да? Вы когда для клиента, особенно вторичку, ищете, да, начинаете обзванивать, Авито Циан, хочется убивать иногда просто, когда ты там по восьмому-девятому объявлению звонишь и думаешь уже, ну слушай, ну нет, цена-то адекватная. Так вот, этих фейков много. Клиент, когда он первый раз вам звонит, когда он насмотрелся Авито Циана, он звонит вам, действительно, настоящему риэлтору, который не публикует фейки, у него в голове запрос сформирован на основании тех объявлений, которые он только что смотрел на Авито Циане. И клиент находится в космосе, он не на земле, он с нереальным запросом вам звонит. Он вам звонит с ожиданием, что вы ему сейчас найдете что-то, ну как минимум, такое же, а в идеале еще более интересное, чем те фейки, которые он видел. И очень сложно возвращать его на землю, безумно сложно, потому что у человека в голове ложные потребности, да, сформированный, ложный запрос. И вам для того, чтобы сначала человеку что-то предложить, вам нужно его потребности привести в более-менее адекватное состояние, да, в адекватное чувство. Это, кстати, один из способов назначения встречи. Приезжайте ко мне в офис, у меня есть закрытая риэлторская база, где только настоящее предложение, где нет никаких рекламных. Вы же уже наверняка пообзванивали вот эти предложения, и вы слышали вот это, то, что, ой, пять минут назад забронировали эту квартиру. Поэтому это один из вариантов как раз вытащить навстречу. Но с этими потребностями нужно работать, и работать очень нежно, скажем так. Когда у человека нереалистичное представление о том, как работает рынок, вот так взять ему и в лоб, заржать и сказать, что вы что, поверили в эти фейки, это плохой вариант. Вам нужно аккуратно сказать, смотрите, дорогой друг, я тоже вынуждена смотреть эти предложения, но я просто вот на опыте уже понимаю, что таких предложений быть не может, потому что давайте так, если бы это предложение было реальным, сейчас вот у нас на рынке там 10 тысяч риэлторов в Москве, они бы уже побежали и себе купили эту квартиру, просто потому, что они постоянно находятся вот в этом поиске. И то, что там риэлтор выставляет квартиру в два раза ниже рынка на ЦИАН, это очень маловероятно, просто потому, что он бы купил ее сам себе. Одобрить себе ипотеку ничего сложного нет. Найти там 300 тысяч, 500 тысяч рублей, миллион на первый взнос, это тоже реалистичная задача. Он бы сам себе ее забрал. И вы мягко должны подводить человека к тому, что то, что ты увидел, это не из правды, да, это фейки. Показывай ему реальное предложение. Пришел человек, говорит, я хочу в этом районе. Давайте посмотрим, что в этом районе есть из адекватных объявлений. Открываете базу, агрегатор какого-нибудь, я могу вам даже намекнуть, какого, да, например, агрегатор N-Market, и начинаете ему показывать, какие предложения, какие квартиры, за какие деньги есть в этом районе. Таким образом, не высмеивая его позицию, потому что, он не специалист, он не знал, он зашел на Авитоцин, он думал, что там все правда, а там сплошные фейки. И вы мягко его на землю возвращаете примерами. Вот смотри, что реально продается в этом районе за эти деньги. Вот в каком состоянии находятся эти квартиры. И вот таким образом вы выявляете потребности, снижаете его запрос со сказочных предложений, с фейков на реальные предложения, и потом вы начинаете выявлять боль. Боль или цель покупки это самая главная потребность за удовлетворением, которой человек и пришел. Вот смотрите, к вам приходит человек и говорит, мне нужно выйти на сделку максимум через 2 недели. За 2 недели нужно выйти на сделку. Напишите, почему, вот как вы считаете, почему он должен выйти на сделку именно через 2 недели и не днем позже. Вот какое у нас сегодня? 27 число. Человек приходит и говорит, 10 августа максимум, я должен подписаться. Почему так? Почему 2 недели у него на сделку? Как вы считаете? Заканчивается отобрение ипотеки. Екатерина совершенно права. Люди часто получают одобрение, а потом у них внезапно заканчивается 3 месяца. Елена, своя в задатке. Абсолютно точно, и задаток уже горит. Уезжает ипотека. Да, 11 числа уезжает на полгода, командировка или переезжает работать в другую страну, да, ипотека одобрена. Платная бронь. Абсолютно правильно человек внес уже платную бронь. Бывает такое, но тогда, скорее всего, он не придет к вам за покупкой. Если человек говорит, что ему нужно купить, а я же не сказал купить или продать. Все логично, все правильно вы написали. Елена, нужно срочно уехать, да. Любовь. Вот вы очень близко сейчас. Жизненная ситуация, развод. На самом деле, в первую очередь, это свадьба. Скорее всего, у человека 11 августа свадьба. Ему нужно купить квартиру максимум 10 августа для того, чтобы эта квартира не считалась совместно нажитой. Вот это самая частая причина, почему клиент выходит на сделку до определенного дня. Его покупаемый объект дорожает. Да, все правильно. Отпуск. Любовь. Напишите, почему такие смайлики. Значит, человек выходит на сделку. А теперь смотрите. У него потребности, допустим, двухкомнатная квартира за 10 миллионов рублей в определенном районе города. Но на сделку вы ему нашли эту квартиру. Все хорошо. Но на сделку вы можете выйти только 20 августа. Клиент купит. Вы удовлетворили все его потребности. Кроме главной, вы не можете выйти на сделку через две недели, до 10 августа. Я думаю, что сделка не состоится. Ну, не я думаю, а мой опыт уже показывает, что такая сделка не пройдет. Потому что вы не удовлетворили боль. Вы удовлетворили потребности клиента, но боль его вы не сняли. Или к вам приходит человек и говорит, что все, мне нужно срочно купить квартиру. Прямо срочно. Для того, чтобы... Ну, не важно. Вот прям срочно купить квартиру. И причины могут быть разные. Есть причины. Выгоняю. То есть квартиры текущие продал, да, а при этом ничего не нашел. У него был там 10 дней на то, чтобы съехать, а он ничего не нашел еще за 10 дней. Он прибегает к вам, говорит, все, мне нужно за два дня заехать. Либо, кстати, один из самых распространенных вариантов, что мне нужно срочно что-то купить и заехать туда, это конфликт в семье. В семье сложилась настолько конфликтная ситуация, что все терпеть больше некогда, ждать больше нечего. И человек прямо сейчас покупает для того, чтобы выехать. Так вот, вы ему предложите отличный вариант с покупкой через две недели, и он не выйдет на сделку. Вы ему... Причем, фишка боли в чем? Играя на боли, вы можете снимать потребности любые. Человек говорит, я хочу двухкомнатную квартиру. Вы ему говорите, вот смотри, классная, однокомнатная, заехать можешь завтра. Он понимает, что у него боль снимется уже в течение суток. И он, скорее всего, подвинется по своим потребностям. И для того, чтобы снять боль, он будет готов поступиться тем, что он хотел. Если вы снимете боль, вот в чем причина? С потребностями можно работать. Их можно снимать, добавлять, их можно переформатировать. То есть человек хотел на север, вы вполне можете его переселить на запад, объяснив, что запад не хуже. Человек хотел на восьмом этаже жить, вы вполне можете его поселить на двенадцатый или на пятый, и это нормально. Вы переформатировали эту потребность. Если у человека была потребность в панорамном остеклении, вполне возможно, что нужно человека привезти в жилой комплекс с панорамным остеклением, и он поймет, что это ему некомфортно. Ну просто вот давайте так. Панорамное остекление, остекление в пол очень красиво выглядит, но при этом не все готовы жить вот в таком панорамном остеклении. И я видел достаточно много, когда проходишь мимо домов с панорамным остеклением, что нижний один метр заклеен непрозрачной пленкой, потому что люди некомфортно себя чувствуют, когда окно действительно в пол, и их видно в полный рост, мягко говоря, в окно. И нужно человека просто привести в панорамное остекление, чтобы он понял, блин, мне это не нравится, я привык к стенам, мне нужна стена. Таким образом, вы потребностями можете играть. С болью играть нельзя, если вы снимете боль, сделки не будет. Человек приходит на эмоциях и говорит, все, мне нужна квартира, завтра уезжаю, должен заехать туда, вы ищете вот эту срочную сделку. Если вы начнете его уговаривать, а давай потерпи недельку, он может помириться у себя дома, и сделки тогда у вас не будет. Поэтому, пожалуйста, боль, как только вы выявили, как только вы поняли, что это цель покупки, вы не отрабатывать ее должны, вы не должны ее менять, вы должны ее усиливать, потому что это цель покупки. Снимите ее, покупки не будет. Поэтому сделку делает боль, это то, как я это вижу. Некоторые называют эту целью покупки, это тоже нормально, все правильно. Любовь пишет, что таких еще не встречалось за день до свадьбы, чтобы не делить потом. Любовь, а вот я всех, кого встречал с таким запросом, все были женщины, потому что мужчины как-то вот относятся нормально к тому, чтобы купить квартиру в браке. А вот женщины, если у них есть возможность купить квартиру, потому что у меня не было ни одного клиента, мужчины, который бы с таким запросом пришел, а вот женщин было трое, которые пришли с запросом купить квартиру до того, как они выйдут замуж. Так, ограниченные сроки по разным причинам. Виктория, совершенно правильно. Любовь пишется, рвалась встречка, свою продал, боится, что деньги пропадут. Вот деньги пропадут, это вообще отдельная история. Виктория, как у нас бывает, человек продал квартиру, ну, условно, допустим, за 15 миллионов рублей. И у него в голове план. Он насмотрелся фейков, он думает, так, я сейчас за 5 миллионов машину себе поменяю и за десятку куплю квартиру. И все бы было хорошо, если бы он не попал к вам. И как только вы выясните, что у него на самом деле не 10 миллионов рублей на квартиру, а 15, ему потребуется на квартиру 17 миллионов рублей. И это нормальная история. Мы отдельно поговорим сейчас про поднятие на чек. Игорь пишет, истекает срок до 30 апреля в рамках безналоговой продажи данного жилья. Я вот сейчас не очень понял, безналоговая продажа жилья, это же определенный срок владения. И как может истечь? То есть, если он уже наступил, да, этот срок, что все, ты 5 лет владеешь этой недвижимостью, ты ее продаешь, ты налог не платишь. Почему истекает? Так, Виктория пишет. Прямо сейчас работаю с клиента, продать квартиру после развода и купить другую, успеть до 10 августа, потому что бывший выходит замуж, отзовет доверенность, вернется и сорвет сделку. А ему все равно, какую купить, а для продажи снизил стоимость своей, готова почти на следующей неделе на обе сделки. Виктория, вот это именно та ситуация, когда реально вот эти семейные разборки, горят сроки, и человек способен наплевать на двушку и купить однушку, лишь бы купить, потому что у него вариант такой, либо вообще остаться без денег, без квартиры, либо купить хоть что-то, с чем можно потом работать. И вот это та самая ситуация, о которой мы и говорили. Коллеги, про выявление потребностей. Услышали меня? Пожалуйста, еще раз запрос. Записали, но не обратили внимания. Записали потребности. Выявляем, выявляем, выявляем для того, чтобы понять, из чего этот запрос сформировался, и выявляем боль для того, чтобы этой болью давить человека на сделку, потому что боль сделает сделку. Боль толкает человека на сделку. Боли бывают разные. Переехать за неделю я уже назвал. Есть, кстати, вариант, когда человек приходит, говорит, слушайте, я хочу квартиру на севере. Мы сейчас, кстати, давайте поговорим про это. Вот. Про сути потребности идем. Про сути потребности. Вот человек говорит, хочу двухкомнатную квартиру. А почему двухкомнатную? Вот есть основные варианты. Почему двушку? Первое. Человеку нужно две изолированных спальни. Да? Он хочет две изолированных спальни. Он хочет двухкомнатную квартиру. Вариант второй. Человек приехал из другого города, где он кроме старых пятиэтажек ничего не видел. И как-то он видел, что в какой-нибудь пятиэтажке объединили кухню с одной комнатой, и у них получилась европланировка, евро-два. Ему так понравилось, что он хочет двушку, чтобы переделать ее в евро-двушку. Если вы докопались вот до этой сути потребности, что человек хочет двушку, чтобы ее переделал в евро-двушку, вы начинаете ему предлагать просто евро-двушку. Если вы выяснили, что человеку нужно две изолированных спальни, вы можете предложить евро-три. Либо другие варианты. Ну, в общем, двухкомнатную квартиру можно хотеть по разным причинам. Либо человек, например, хочет музыкальную студию сделать или комнату для стримов в одной из комнат, ну, допустим, или что-то еще. Вы можете ему предложить. Во многих домах сейчас сдаются кладовки или коммерческие помещения, небольшие дворовые. Вы можете ему предложить на комнатную квартиру и небольшое коммерческое помещение, небольшой офис. Ну, например, очень часто в многофункциональных комплексах, где верхний этаж квартиры, там, а нижние офисы, человек может взять себе условно студию, да, и большой офис красивый. При этом жить в этом же доме и работать в этом же доме. Если докопаетесь до сути потребности, вы сможете ему предложить этот вариант. Не докопаетесь, не сможете, будете искать двухкомнатную. Потом, 15 минут до метро, до остановки, вот человек приходит, говорит, все, мне нужно 15 минут до такой-то станции метро. Вопрос, почему? И ответов может быть несколько. То есть вы можете это принять как есть, просто 15 минут до метро. 15 минут – это, ну, километра 200, километра 300, да, до определенной станции метро. Вы можете это принять как данность, а можете уточнить, а почему 15 минут на метро? Ну, что важно? И человек может ответить по-разному. Первый вариант – я сам каждый день езжу на работу на метро. Второй вариант – дочка ездит в институт на метро. Третий вариант – домработница добирается ко мне на метро, которая приезжает ко мне поготовить, постирать. Четвертый вариант – теща раз в год приезжает на метро. И вот это все будет разные потребности. Они все выливаются в одни и те же слова. Я хочу 15 минут до метро или там 10 минут до метро, неважно. Но суть этого, этой потребности может быть совершенно разная. Докопайте до этого. Например, был вариант у моего менеджера, искала молодая пара, квартиру не дальше, чем 10 минут до метро. Метро, причем до определенного в центре Питера. И никак не могли в их бюджет найти квартиру до тех пор, пока менеджер не спросил, скажите, пожалуйста, а на метро кто, собственно, ездит? А никто не ездит. Ни он, ни она не ездят на метро, у них свои машины. А метро им нужно, потому что они 3-4 раза в год летают отдыхать постоянно, да, и они на метро добираются до аэропорта. Один вопрос менеджера – слушайте, ну, а такси не вызовите 3-4 раза в год? Они подумали такие, вообще-то вызовем. И нашли квартиру не в 10 минутах до метро, а подальше. Но нашли лучше гораздо в свой бюджет, чем планировали. Просто потому, что специалист докопался до сути потребности. Потому что он по умолчанию на автомате, услышав 10 минут до метро, давай искать 800 метров радиус от станции метро, как только докопался до сути потребности, пожалуйста, ничего страшного. Дальше. Хочу квартиру на севере города. Вот мы как раз сейчас про это хотели поговорить. Дальше. Почему человек может хотеть квартиру на севере города? Первое. Он живет на севере города, у него там школа, садик, друзья, собутыльники, братья-сестры по Кришне и еще что угодно. У него уже жизнь на севере, у него все сложилось. Еще вариант. Хотите, почему человек хочет квартиру на севере? Родственники, которые вот так вот достали, живут на юге. И он хочет уехать от них подальше, потому что они задолбали. У нас была семейная пара, или не семейная пара, да, по-моему, семейная пара, которые уезжали с юга Питера на север, просто потому, что рядом с ними жила сестра мужа со своим мужем. И они просто приходили покушать к ним вечером, поужинать. Ну, они вот не хотели тратить деньги на еду, не хотели готовить, и они вот так просто по-семейному каждый вечер заглядывали на ужин. Нормально, да, ты живешь, условно кормишь себя и жену, а тут к тебе еще одна семья приходит похарчеваться, а ты должен, соответственно, купить, приготовить, а потом после них помыть нормальные гости. Я бы тоже на север уехал, на крайний, причем от такой сестры я бы уехал. И люди часто уезжают на север, потому что на юге вот так достали. Если вы выявляете вот эту суть потребности, что человек хочет не север, человек хочет уехать с юга, вы можете ему предложить и восток, и запад, и центр. В первом же случае, когда у человека вся жизнь на севере, вы ему, естественно, будете предлагать север, ну, потому что у него там вся жизнь сформирована, или у него там дача по тому направлению, вот он купил себе дом, да, и теперь он хочет жить севернее, чтобы удобнее ездить на дачу. В общем, до сути потребности надо докопаться, и тогда вы поймете, в чем прикол. Сейчас расскажу еще одну историю, она запоминающаяся, скажем так. Выходит в Питере в продажу жилой комплекс, дом от, ну, среднего застройщика, так скажем. И там есть стояк квартир, очень непонятный, он дешевле, чем все, то есть мы, как его нашли, ты открываешь сортировку по квадратному метру, да, и видишь, что просто вот один стояк, он сильно дешевле по квадратуре, чем любой другой стояк. Мы стали разбираться, почему. Потому что это, по сути, трехкомнатная квартира, но в одной из комнат нет окна. И получается, что у тебя там 15 с половиной или 14 с половиной, вот я уже подзабыл, это был 19-й год. Короче, большая кладовка, то есть у тебя 15-метровая комната без окон, целый стояк такой, представляете, да, и приходят люди с достаточно странным запросом, да, они хотят квартиру повыше, не окна в окна, и они очень искали комнату там буквой Г, чтобы она была. Зачем? Никто не понимал. Значит, они увидели вот эту планировку без окна, и она им так понравилась сразу же, что они побежали на просмотр, и буквально в ближайшее время вышли на сделку, купили эту квартиру, и сказали, что именно о такой квартире они мечтали. У всех как бы вопрос, да, ну, комната без окна, ну да, квартира дешевле, окей, согласен, но комната без окна, ну, кому она нужна, зачем она нужна? Я вам намекну, вы 50 оттенков серого смотрели, ну, или слышали хотя бы об этом фильме? Люди искали планировку, в которую даже на квадрокоптере нельзя подлететь и заглянуть в окно. Им нужна была игровая комната, максимально изолированная от всего остального. И когда вот эта потребность выяснилась, получилось, что вот эта вот квартира с комнатой без окна, это идеально именно то, что им нужно, потому что комнату на ключик закрыл, да, окна в ней нет, и никто ни о чем не догадается, ни соседи, да, которые там в окна подсмотрят, ни дурачок с биноклем, ни мальчик на квадрокоптере, который подлетит. Меня когда спрашивают, Миша, как менеджер выявил эту потребность? Я отвечаю, ну, хорошо установил контакт, хорошо поработал человек. И понимаете, а такие потребности тоже есть? Ну, и с ними тоже нужно работать. Это же потребность, и люди хотят этого, и нам надо уметь удовлетворить эту потребность. Поэтому, ну, вот тоже, да, не очевидная, не явная такая. Окей, идем дальше. Скрытые потребности. То, о чем человек не говорит. Мы все с вами живем в разных мирах. Я еще раз классический пример вам приведу. Я иду по улице, смотрю, где строится дом. Если я вижу где-то стройку, которую я не знаю, я давай сразу же искать в интернете, кто здесь строит, что здесь строит. Там бизнес-центр, это апарт-отель, жилой дом, что это такое. Рядом со мной идет человек, который ищет бутылки пустые. Рядом со мной будет идти человек, который будет искать, у кого там стрельнуть сигарету. А рядом со мной будет идти человек с доставкой, там, доставщик, да, пицца, например, или молока. И будет думать, как бы ему сократить путь, срезать путь, да. И мы все находимся на одной улице, мы все видим одно и то же, но при этом разглядеть мы одно и то же не можем. Мы рядом, но мы в разных мирах. Вот смотрите, вы с клиентом тоже в разных мирах. Вы не знаете жизнь своего клиента, вы не знаете, что ему важно, что не важно. Вы не были в его шкуре. И поэтому для того, чтобы вы не попали в глупую ситуацию, а мы сейчас как раз поговорим, и не попали, короче, в глупую ситуацию, вы должны задавать открытые вопросы. Смотрите, классически, да, у нас есть вопросы закрытые, на которые ответ да, нет. Вам нравится или не нравится? Человек говорит, нравится, например. Вопросы вилки, да. Вы хотели бы вид на горы или на море? Вот это вопрос вилка, да. Вы даете сразу же два варианта ответа, и человек говорит там первое или второе, условно. И открытые вопросы – это вопросы, на которые невозможно ответить да или нет, и которые подразумевают открытый ответ. Хотя девушки это умеют обходить, ты спрашиваешь, что случилось, и она говорит, ничего, все в порядке. Ладно, сексистские шутки. Значит, скрытые потребности вы сможете выявить, только задавая открытые вопросы, когда человек должен как-то порассуждать. И вот как раз не задавая эти вопросы, можно попасть в глупую ситуацию. Сейчас пара примеров. Какая инфраструктура вам нужна? Вот это очень важно, важный вопрос, потому что люди иногда ищут квартиру по, ну, не очень радостным причинам, скажем так, у моего друга в агентстве был случай, когда, короче, в Питере, это было там 4, да, 4, может, 5 лет назад, в Питере несколько домов строятся недалеко от больницы в совершенно определенной направленности, причем дома строятся в центре за достаточно небольшие деньги, относительно центра Питера, естественно. Вот. И к нему приходят люди, которые начинают выбирать квартиру. И они начинают выбирать именно вот эти дома рядом с этой больницей. Так получилось, что клиенты там в одном из проектов уже зафиксированы у застройщика. И менеджер пытался снять эту потребность, да, перевести их в другую локацию, чуть подальше, там, где он, клиент зафиксированный у застройщика не был, да, зауникален. И он впрямую просто клиенту говорит, вы что, рядом с туберкулезниками хотите жить? Люди покупали квартиру, потому что одному из родственников нужно это заведение регулярно посещать. И после такого заявления сделки не состоялось, менеджер был, естественно, уволен, ну, потому что это абсолютно непрофессионально и бестактно было такое заявить клиентам, которые искали квартиру, потому что, ну, они привязаны к этому заведению в ближайшее время. Определенное. Вот так вести себя нельзя. Он почему-то додумал за клиента, что никто не хочет жить рядом вот с такой вот больницей, с таким профилем, хотя на самом деле люди специально туда переезжали. Такие случаи еще были на севере Питера, где тоже есть больницы определенной направленности, да. Люди специально покупали квартиры для того, чтобы проще туда добираться, туда жутко неудобно добираться, и там специально приобретали, особенно те, кому нужно было регулярно там быть, там просто хорошее отделение пульмонологии, хирургии. Коллеги, кто к нам подключается, кто включил камеру, давайте. Включили камеру, показываете ли кто? Или это у меня глюк какой-то? Вы кого-то видите, кроме меня? Я вижу место под камеру, но я не вижу в ней человека. Так, окей. Потом надо спросить, что еще нужно учесть, все ли мы обсудили. Вот эти вот вопросы нужно задать. И важный вопрос вот в этом, да, в том, что еще нужно учесть, это задать вопрос, у кого деньги. Вот история уже лично моя. Это, наверное, год 15-й был, 16-й. Я только-только начинал тогда работать в недвижимости. 15-й, да. Приходит ко мне семейная пара молодая. Я их всегда называю Аксинья и Ефрат. Это мои любимые имена, и мне кажется, что люди сразу же с таким именем выглядят умнее. Значит, Аксинья и Ефрат молоды, счастливы. Ефрату 20, Аксинья 19. Они планируют свою счастливую семейную жизнь. Они хотят небольшую, там, евро-двушку или однокомнатную квартиру, но в хорошем комплексе бизнес-класса, видовую, где Аксинья чувствовала себя хозяйкой, и где бы они смогли построить счастливую семейную жизнь, где никогда не будут ссориться, да, и у них всегда будут там свежие розы на столе. Ну, нам всем было по 19. И мы с ними месяц ездим по всем проектам бизнес-класса, потому что они хотят посмотреть все для того, чтобы принять информированное решение. Мы выбираем квартиру в очень хорошем проекте, забронировали ее, и все, я уже, ну, у меня в голове сделка, поняли, да? Я уже сделку сделал у себя в голове. В 9 вечера звонит Аксинья вся в слезах и говорит, моя мама, ни с кем не посоветовавшись, взяла и купила нам трехкомнатную квартиру в эконом-классе. Сказала, какая вам однокомнатная, у вас скоро дети пойдут. Представляете себе мои чувства, да, когда я вот это услышал? В чем моя ошибка? Я не работал с человеком, у которого деньги. Вы, если хотите сделать сделки, вы должны работать не с тем, кто к вам пришел с запросом, вы должны работать с тем, кто будет платить за квартиру. Поэтому сейчас у меня 100% всегда есть вопрос. Деньги находятся непосредственно у вас на счету? Нам нужно с кем-то советоваться? Может кто-то забраковать наш выбор? Нужен ли нам кто-то еще, чтобы принять окончательное решение? И если говорят да, если, допустим, приходит молодая пара, один из первых вопросов я задаю, скажите, вам родители денег на квартиру дают, да? Или вы сами все-таки? Потому что в 99% случаев денег на квартиру дают родители. И теперь я действую таким образом. Вот они приходят, я снимаю их потребности, я им предлагаю, рассказываю варианты, говорю, что есть. А потом говорю, смотрите, вот эта квартира, давайте ее посмотрим, а вы можете родителей своих позвать? Зачем? Мы сами взрослые, мы сами принимаем решения. Мама купит то, что я скажу. Вы говорите, я понимаю, но я профессионал, я занимаюсь недвижимостью. Скажите, вам эта квартира нравится? Да. Деньги у мамы? Да. Дайте мне делать свою работу. Я все-таки специалист по недвижимости. Пригласите, пожалуйста, вашу маму на просмотр, а я ей объясню, что она должна купить вам именно эту квартиру, потому что она лучше всего подходит вам для семейной жизни. На багазе приезжает мама, я маму отвожу в сторону, говорю, здрасте, давайте мы с вами отдельно поговорим как-нибудь. И отдельно с мамой потом разговариваю. Я объясняю, что, слушайте, ну вот ваши дети выбрали реально эту квартиру, они реально будут в ней счастливы. Если мама говорит, да пошли они нафиг, я куплю другую, я иду с мамой, потому что я хочу сделку. Меня спрашивают иногда в чате, а не расстраивается ли, не расстраивается ли вот эта молодая семейная пара, после того, как я их послал условно и стал работать с их мамой. Друзья, а у меня цель какая? У меня цель сделка или у меня цель, чтобы молодая семейная пара была счастлива всю жизнь? Ну вот, давайте так, смотрите. Я сейчас задам вопрос другой. Вот вы работаете с семейной парой, у которой у родителей деньги. Вы начинаете работать с родителями, эту семейную пару посылаете. Почему? Дорогие коллеги, особенно те, у кого есть дети, особенно те, у кого есть взрослые дети, напишите, пожалуйста, если вы своим детям даете денег на покупку квартиры, вы бы хотели, чтобы с вами посоветовались о том, какую квартиру покупать? Напишите хотя бы да, нет, просто в чат. Вот просто вы даете детям своим там 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей. Они добирают это ипотекой. Вас нужно спросить? Смотрите, друзья, все пишут, да. И я бы хотел, чтобы меня спросили, если я даю детям, блин, 5 миллионов рублей. Риэлтор, который в этом случае отставляет в сторону детей и начинает работать с мамой, это риэлтор, который понял жизнь, да, как это все вообще работает, да. Вот Юлия только пишет нет. То есть есть определенный процент людей, которые бы хотели, чтобы дети все-таки сами приняли решение. Но в большинстве своем люди хотят, чтобы с ними, по крайней мере, посоветовались. И вы, как специалист, если вы понимаете, что деньги находятся у мамы на счету, вы, конечно же, должны принять ее в сделку, да, и начать с ней тоже работать. Потому что представьте, что вы маму, которую вы первый раз в жизни видите, увидите на сделке только. И она вам эту сделку вполне может развалить, потому что она считает по-другому. Она считает, что детям эта квартира не подойдет. Поэтому не выявите скрытые потребности, не узнайте, с кем вам нужно советоваться еще, кто может забарковать наш выбор, да, или кто может оспорить наше решение, и можете остаться без сделки так же, как я. Теперь про вопрос, какая еще инфраструктура нужна. Вот смотрите, была история. Менеджер в Питере выслушал потребности. Пришел, значит, пришел молодой человек, ну, как мужчина, да, у него семья. Семья, жена, двое детей. И менеджер спрашивает, сколько детям. Ну, он там говорит условно, там, 6 и там, 10 лет. Хорошо, там, это мальчик, девочка. Нет, это два мальчика. И риелтор начинает, менеджер, ему начинает предлагать комплексы с хорошей, с хорошо развитой детской инфраструктурой. И вот он ему предлагает проект, который очень хорошо подходит ему по всем параметрам, и по цене, и по локации, и все нормально. И тут его, ну, перекосило немножко. И он начинает рассказывать, смотрите, какой здесь двор. Значит, тут 6 корпусов. Каждые два корпуса образует вот замкнутый прямоугольничек. Вот в каждом прямоугольничке детская площадка в своем стиле. Здесь, условно, ведьмин домик. Здесь пиратский корабль. А здесь сказочный лес. И вот тут дети прыгают, бегают, визжат, радуются, значит, находят новых друзей. У них там гульба, вот как у нас раньше было, потому что двор закрытый, охраняемый с видеонаблюдением, охраняемый круглосуточно. Вы ребенка не будете бояться выпустить, гулять в любое время. И он тут будет бегать, прыгать. Да я бы был ребенком, я бы на этой детской площадке жил. У человека старший ребенок колясочный. Ему менеджер, недовыяв потребности, додумав за него, что дети все могут бегать и прыгать, рисует такую картину счастья, что человек, ну, просто вот в слезах практически встает и уходит. Вот вы как считаете, нужно было спросить, какая инфраструктура нужна? Потому что, возможно, вполне родитель бы сказал, что нам нужна безбарьерная среда, потому что у меня ребенок в коляске. Нам нужна возможность подъехать на машине, подняться сразу же на лифте из подземного паркинга на свой этаж. Нам нужен вход в подъезд без ступенек, без лесенок. Для того, чтобы мы спокойно вот с ребенком колясочным могли проезжать по этому двору. Вам бы понравилось, чтобы вот так вот к вам отнеслись, недовыявили потребности. А я уже вот представляю, как на встрече менеджер заливается соловьем, что его не перебить. Отец, может, и хотел бы ему сказать, слушай, ты помолчи, это все не для меня, но не смог вставить вот это вот слушай. В общем, так. Так, быстренько в чат. Любовь, у мамы бывает свой риэлтор-подруга. И лучше с ней подружиться на моменте просмотра. Согласна? И разделить эту сделку, работать вместе над этой сделкой. Потому что у нее влияние на маму, а у вас-то влияние на детей. И все-таки квартира покупается детям. И вы все-таки можете подгадить. Так, Таня. Хочу, чтобы дети, заметьте, взрослые были счастливы в этой квартире, а мама приходила в гости. В противном случае раздор и сделка неинтересна. Татьяна, смотрите, вы действительно редкий представитель подхода, который мне самому импонирует. Что дети должны сами принимать в каком-то смысле решение, потому что перестаньте воспитывать детей, воспитывайте себя. Они все равно будут на вас похожи. Я с этим согласен. Но как человек, который не первый день на рынке, и который каждый день видит мошеннические схемы, я бы хотел, чтобы со мной, по крайней мере, посоветовались. Просто, чтобы детей не кинули на эти деньги. Потому что, если, допустим, я им собрал 5 миллионов рублей, я после того, как их кинут, не смогу быстро собрать еще 5 миллионов рублей. Мне на это потребуется достаточно серьезное время. А чтобы взрослые дети, только что женившиеся, жили рядом со мной в одной квартире, это не очень комфортно, давайте так скажем. Детям лучше все-таки иметь отдельное жилье, чтобы они самостоятельную жизнь начинали, чтобы у вас не стало детей на одного больше, а они все-таки начинали самостоятельную жизнь. Поэтому, как минимум, для проверки от мошенничества, я бы хотел, чтобы со мной посоветовались. Любовь пишет. Надо стать частью этой семьи, тогда клиент будет своим. И да, подружиться с риэлтором мамой. Так делаю. Любовь, вы... Извините, у меня что-то тепло слишком. Любовь, вы поняли жизнь. Я думаю, что ваши клиенты вас очень за это ценят. Так, коллеги, про скрытые потребности. Все ли обсудили? Нужно ли что-то еще про скрытые потребности? Если все обсудили, готов двигаться дальше. Еще быстренько пока читаю чат. Мамы, папа, бабушки должны быть опрошены, иначе в момент сделки деньги не будут даны. Виктория, вот просто в точку. Все правильно. Я еще что-то посмотрю. Может быть, у меня был еще какой-то пример, который я забыл. Так. Вот. Вот. Про родственников все вспомнил. Приходит ко мне девушка. Зовут ее... Да неважно как. Пусть Евгения ее будут звать. Или там Алевтина. Вот Алевтина приходит. Приходит Алевтина и говорит, слушай, я вот смотри, вот я уже нашла квартиру, дом уже построен, вот скоро будут ключи. Стоит там 3,5 миллиона рублей. Это, по-моему, 2016 год. Это уже после Аксиньи Ефрата. Вы сейчас поймете, что это после. Мы с ней общаемся. Она уже все выбрала. Для питерских это ЦДС, комплекс Весна в Кудрово на тот момент был. Короче, это район, который застраивался очень активно. И там действительно был дом. Причем он так был странно построен. Он был построен в поле. То есть перед ним была согласована застройка, но еще застройщик не вышел на стройку. И за ним согласована застройка, но еще не вышел на стройку застройщик. В КЦДС, получается, один вот такой стоял. Первая очередь. И в процессе разговора, сколько у тебя денег? Там 3 миллиона рублей. А деньги у тебя на счету? Нет, папа даст. К сделке не переживай, он их к сделке пришлет. А, папа даст? Хорошо. Тогда еще вот эти WhatsApp, Telegram не так были распространены. Я говорю, да, папе по Skype позвоним. Значит, мы звоним папе по Skype. Я ему все рассказываю, запоминаю его ник в Skype. Она уходит. Я звоню папе. Говорю, слушай, у тебя Левтина, молодец, нашла очень хорошую квартиру, но она ей не подходит. Он говорит, почему? Я ему объясняю, смотри, у тебя девочке там 19 лет, она поступила, жить будет здесь одна. Правильно я понял? Он, да, да, я не смогу, мама не сможет. Вот, будет жить одна. Я говорю, смотри, ты ей купил, хочешь, точнее, купить квартиру в районе, который только-только застраивается. Ему застраивается еще 10 лет. Идти от метро там 20 минут по неосвещенному полю. То есть ты понимаешь, да, что по этой же тропинке от метро к стройкам будут ходить все строители, которые строят соседние, этот и соседние жилые комплексы. У тебя девочки 19, она здесь одна. Мы покупаем эконом-класс, ну, комфорт, да, такой, в котором лучше ее защиты и будет дверь подъезда. Скажи, ты как считаешь, ну, эта квартира ей подойдет? То есть она будет вечером, каждый раз там погуляет с подругами, и она будет идти от метро долго-долго по неосвещенному полю. Ей будет безопасно. Он хватается за голову, говорит, да, я про это не подумал. И вместо там, по-моему, 3200 тогда стоила эта квартира. Вместо 3200 папа выделяет 4500. И мы покупаем совершенно другой проект, который уже в сложившемся районе, да, в готовом, где действительно она будет ходить от метро поменьше. Она будет идти там, по-моему, 12 минут от метро по нормальной освещенной аллее. И, опять же, для тех, кто в Питере, мы купили Green City тогда, евро-двухкомнатную квартиру, угловую, с угловым балконом, классную. Там, единственное, балкончик узенький был, там, по-моему, 80 сантиметров, но, тем не менее, ей понравилось. Дом был готов, и, кстати, на тот момент весну задержали, и Green City в итоге, хотя он был менее готов, он сдался чуть раньше. И получилось, что вместо 3 миллионов я получил комиссию из 4,5 миллионов. Почему? Потому что я выяснил, что деньги у папы, дочка будет жить одна, а папа дочку любит. Вот. Почему же у папы, когда у него было 4,5 миллиона, он дал дочке 3? Я думаю, что это был такой челлендж. Он не хотел, чтобы дочка губу раскатывала, и он ее ограничил в деньгах сразу же. Что вот те 3 миллиона, типа, крутись как хочешь, и так я тебе, вон, даю сколько, смотри. А то, что за эти деньги безопасные квартиры для девочки, там, подростка, ну, 19 лет, ну, ребенок, считай, да, нельзя найти в Питере, он об этом не подумал, они в другом регионе живут. И, по сути, мы поднялись на чек почти на 50%, там, с 3-х 200 до 4,5 миллионов. Я вам могу сказать, что у нее все хорошо, мы где-то через год виделись, она уже там жила в этой квартире, и была очень довольна, ну, потому что там северный город, да, и я, кстати, получил больше денег, комиссия была выше. Вот так вот, просто выяснить, у кого деньги, и папа любит дочку. Потому что, знаете, некоторые клиенты, кстати, тоже устраивают челлендж риэлтору, типа, а найди мне двухкомнатную за 5 миллионов рублей, ну, потому что за 10 я сам найду их вон сколько, да, а ты мне за 5 миллионов рублей найди, ты же риэлтор, это, типа, ты же врач, ты же юрист, да, и ты же айтишник. Вот эти челленджи, на самом деле, их вполне можно снимать. Меня иногда спрашивают, Миша, а как ты поднимаешь клиента на чек? Я не ограничиваю в чеке себя, я ищу человеку по потребностям, и начинаю ему объяснять, почему за эти деньги он действительно получит именно то, что хочет. То есть, условно, я вот так в наглую обычно рекомендую давать три варианта, да, вариант подороже, вариант ровно в бюджете, и вариант подешевле бюджета, для того, чтобы человека вернуть на землю. Но я человека вернул на землю при первой встрече, я ему прямо вот сажусь, открываю ему агрегатор и говорю, вот смотри, вот это реальное объявление, тут рекламы никакой нет, работаем. Человек смотрит эти объявления, и потом я ему начинаю предлагать дороже, более дорогую квартиру, объясняя ему это качеством жизни. Ну, например, я по-прежнему верю в то, что можно поступиться 10-15% от площади квартиры для того, чтобы переехать в комплекс более высокого класса. То есть, я верю, что 60 метров в бизнес-классе будут комфортнее, чем 75 метров в экономе, или в комфорте. И здесь стоит поступиться площадью спальни, получить спальню не 14-15 метров, как хотел клиент, а 11 метров, как не хотел клиент. Но получить вот эту всю инфраструктуру, получить двор на стилобате, короче, это отдельный веб, вот, если вам это надо, напишите, пожалуйста, коллегам в инмаркет, мы с ними сделаем вебинар по технологиям строительства и по различиям в классах домов. Любовь пишет с инвесторами, это не проходит? Любовь, я, наконец, вебинары отложу, потому что я в основном с инвесторами работаю как раз, могу про них вообще, как трактор Беларусь. Сейчас заведусь, и трактить буду пару часов. Итак, скрытые потребности выясняются только открытыми вопросами. Не задаете открытые вопросы, не получаете скрытые потребности. Давайте дальше. А теперь решать за клиента. Вот это второй бич просто, который вот иногда хочется палку взять и бить. Особенно, когда с коллегами работаешь, коллеги, со всем уважением. Но иногда, когда с вами работаешь, да и со мной тоже, я уверен, это, ну, стандартная история, когда мы дорешали за клиента, как ему будет лучше. Слышали вот эту фразу, я им это не буду даже предлагать? Звонишь риэлтору, говоришь, слушай, у тебя квартира стоит за 14500. Мы готовы купить завтра, но за 14200. Он говорит, я не буду даже клиенту это предлагать. Почему ты не будешь это предлагать? Я вот клиенту предлагаю всегда. Вот у нас была квартира в продаже там за 15, условно, миллионов рублей. Клиент, ну, покупатель потенциальный звонит, говорит, слушай, я готов дать 13600 завтра. Вот скидка больше миллиона. Вот я должен был ответить, что я не буду это предлагать клиенту? Нет, я предложил клиенту. Я ему сказал, слушай, есть предложение за 13600. Клиент говорит, не, 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 это огромная скидка, не, не буду. Через три дня у клиента меняется ситуация, мы договариваемся за 14 миллионов, он забирает, забирает деньги. Понимаете? Что значит, я не буду предлагать клиенту? А если бы я не предложил клиенту, то есть клиент готов был вот в тот момент быстро и оперативно скинуть 800 тысяч рублей, там, 14800, по-моему, стоила эта квартира, для того, чтобы забрать деньги прямо сейчас. И мы договорились вот с тем покупателем. В смысле я не буду предлагать это клиенту? Что это значит? Почему ты решил за клиента, как ему будет лучше? Потом, вот это вот, у них на это не хватит денег. Коллеги, я верю, я верю, что вы прекрасно прорабатываете своего клиента. Я верю, что вы точно знаете, сколько у него есть денег. Я верю, что вы знаете, что у него там 500 тысяч рублей первоначальный взнос, 5 миллионов рублей ипотека и все. И больше ничего нет. Мой опыт показывает, что это не так. Что в случае, когда находится действительно хорошее вкусное предложение, люди изыскивают дополнительные суммы для того, чтобы купить квартиру получше. Потому что у нас все-таки в голове есть такое, что ради покупки квартиры можно подужаться, чтобы купить квартиру побольше, плюс комнаты, например, или переехать в класс повыше. Но вот с классом еще пока сложнее. Еще далеко не все люди поняли, почему бизнес-класс стоит дороже, чем комфорт. Если вы, кстати, сами не поняли, снимите квартиру на 3-4 месяца, поживите в бизнес-классе. Просто ощутите вот эту разницу большую. Короче, не решать за клиента, что у них не хватит денег. Вы сделаете ему предложение. Может, человек так влюбится в эту квартиру, что он изыщет дополнительный денег. Может быть, он гараж продаст для того, чтобы купить эту квартиру. Может быть, он машину подешевле купит для того, чтобы купить эту квартиру. Но не надо за него решать, что он не может ее купить. За хорошую квартиру можно и попадаться. Потом, никто не захочет там жить. И в Питере, и в Москве есть такие проекты. Куда ты приезжаешь, и ты видишь просто стены домов. В рамках Академии Маркет я не могу называть застройщиков, но вы все знаете, на кого я намекаю. Кто строит стены домов. Вот улица, слева 30-этажка, справа 30-этажка, слева 30-этажка, справа. И ты едешь вот так вот 5 километров. Есть мнение, что в таких домах жить никто не хочет. А я могу сказать, что есть люди, которым вот такой стиль жизни подходит. Они чувствуют себя комфортно как раз в заселенной, скажем так, среде. То есть они считают, что больше людей, значит, больше инфраструктуры. И, в принципе, они не так уж и не правы. Потому что у бизнеса, опять же, вот это по работе с инвесторами, да, где надо покупать коммерческое помещение? Там, где ты не захочешь жить. Чем хуже гетто, тем лучше бизнес. Поэтому коммерческие помещения покупают как раз гораздо охотнее вот в таких вот меганаселенных кварталах, да, и перенаселенных кварталах. Так вот, в таких домах больше выбора инфраструктуры, больше кафешек, больше кавортингов, каких-то дополнительных услуг. То есть там действительно есть свои преимущества. Есть недостатки, да, густонаселенность очень высокая. Но, тем не менее, не предложить своему клиенту такой проект нехорошо. Потому что в среднем такие проекты относительно точечной застройки стоят на 10-15% дешевле. У нас есть еще вот это вот, это Советского Союза осталась небольшая. Особенность мышления, да, когда у нас крутость квартиры меряется метрами. То есть в голове у многих людей еще есть, что квартира 100 метров, это жизнь удалась просто. То, что это вообще ничего не значит для меня, это ничего не сказать. Потому что, условно, 100 метров на окраине Москвы, Валтуфьево, да, где-нибудь, и 50 метров в центре, для меня выбор вообще очевиден. Я вместе со всей своей семьей поеду в 50 метров в центре, и у меня не будет стоять даже этот выбор, чем 100 метров Валтуфьево. Зачем мне они? Что я буду с ними делать? Ну, понимаете, 100 метров Валтуфьево, это, простите, я не хочу никого обидеть, не хочу обидеть жителей Валтуфьево. Ни в коем случае. Это для меня так, это вот мой выбор, да, что я лучше буду ютиться в маленькой квартире, но в хорошем месте. Потому что 100 метров Валтуфьево, это как Запорожье, да, входить и выходить стыдно, а внутри хорошо. И мне гораздо комфортнее при моей работе, при моем объеме встреч жить в центре Москвы, естественно. Пусть переплачивая, пусть жертвуя чем-то, но тем не менее. Так, окей. Поэтому никто не захочет там жить, убирайте своего лексикона, ни в коем случае вы должны предложить клиенту все. Еще раз, вы коуч по покупке, вы должны озвучить клиенту все варианты, и дать ему столько информации, чтобы он принял решение о покупке квартиры и был счастлив в этой квартире, чтобы он обратил внимание на то, что нужно, и был доволен. И потом, про апартаменты. Апартаменты – это отдельная история. Давайте, наверное, вы... Мы сегодня не будем разбирать апартаменты, потому что иначе это сейчас будет отдельно на 2 часа. Тем более, что есть люди из городов, где не строят апартаменты. Давайте, опять же, про апарты есть отдельный веб, да, если хотите, потому что, мне кажется, я апартами всех задолбал уже апартаментами, и никому это не интересно. Итак, все, вы решили за клиента, это плохо, так не делайте. Думать за клиента – это отдельная боль. Так, давайте сразу чат пока. Вебинар про классы домов. Или хорошо, без проблем. Коллег в инмаркет попрошу. Может быть, согласуем еще вебинар. Так, в нашем городе тяжело найти клиента на новостройку. Обычно люди сами звонят напрямую застройщикам. Когда выбор новостройки небольшой, люди действительно часто звонят застройщикам. Но вы можете это перебарывать каким образом. Вот смотрите, вы как покупатель для застройщика, вы, конечно, клиент, но вы у них купите одну квартиру. Я, как риелтор, в год продаю 20 квартир. Угадайте, кому дадут скидку и с кем будут лучше разговаривать, кому дадут лучшие условия покупки. Понятно, что это не всегда так, но тем не менее. Если застройщиков несколько, если они конкурируют между собой, то вы можете себя позиционировать как независимый отдел продаж. Как человек, у которого нет плана по продажам какого-то конкретного застройщика. Ваша задача сделать так, чтобы клиенту было комфортно и чтобы вы риелтора своего посоветовали еще раз. И в таком случае, если вы меня посоветуете, порекомендуете, если вам понравится со мной работать, то у меня будут еще клиенты. А если не порекомендуете, то не будет. Поэтому моя задача не продать вам конкретного застройщика на тему квартиру, в которой вы будете счастливы, в которой вам будет классно. И сделать так, чтобы вы это безболезненно сделали, вас не обманули. Так, любовь. А вот тут уже важны потребности. Вам центра, другим 100 метров на окраине. Конечно, я про это и говорю. Я поэтому и говорю, что это для меня, например, что у меня не в метраже дело. У меня дело в локации и в доступности центральной инфраструктуры, хорошие школы, хорошие садики. Вот это то, что мне нужно. Скажите коротко, апартаменты стоит покупать? Стоит покупать, конечно же, апартаменты, если они вам подходят. Я, к сожалению, такую замечательную вещь скажу. Значит, смотрите, если вы хотите пассивный доход, ничего не вкладывая, то есть вы купили и вам просто стабильно в месяц капает, покупайте сервисные апартаменты и просто не парьтесь. В Москве есть апартаменты, 10 миллионов рублей приносят, 7 годовых гарантированно. То есть вы еще на этапе стройки. Апартаменты только строятся, а вы получаете 7 годовых. Что вам мешает? Пожалуйста, покупайте. У нас застройщики не сильно любят риэлторов. Лариса, застройщики не любят риэлторов в том случае, когда отдел продаж застройщиков слабый. Потому что риэлторы – это конкурирующий канал продаж. И если риэлторы начнут работать хорошо, то будет понятно, что отдел продаж застройщика работает отвратительно. Поэтому там, где застройщики не любят риэлторов, обычно они просто не умеют с ними работать. Потому что продал клиенту свой проект и получил одну сделку. Продал риэлтору свой проект и получил 10 сделок. Там, где застройщики это поняли, например, в Питере, у застройщиков, которые хорошо работают с агентствами, 65% сделок приходит от агентств, а не от прямого отдела продаж. И даже в Москве это еще не поняли. Питер очень далеко, впереди всей планеты, всей России. В плане взаимодействия агент-застройщик. Для сравнения, в Москве агенты продают 23-24% от первички. И вот эту ситуацию, в том числе, ин-маркет пытается перебороть. И я пытаюсь перебороть, чтобы застройщики наконец-то развернулись к агентствам лицом и поняли преимущество работы с агентствами. В Москве вообще отдельный рынок, ничего с Питером даже похожего нет. А в Питере 65% сделок дают агенты тем застройщикам, которые нормально, адекватно с ними работают. Причем по дорогим квартирам, не по дешевым. Окей. Додумывать за клиента. Додумывать за клиента – это отдельная проблема. Смотрите, вы провели с клиентом встречу, вы установили с ним контакт, вы выявили его потребности. Вы ему даже сделали демонстрацию и даже договорились на просмотр проекта. И потом вы вносите человека в серым. У всех есть серым, правда? Вы вносите человека и вы начинаете на автомате докидывать ему потребности. Вы хотите для клиента постараться и для клиента же сделать лучше. И вот вы с человеком сидели на встрече, обсуждали, и клиент вам ничего не говорил про близость к метро. Вот, ну, не важно ему метро. Но вы все равно на автомате начинаете ему докидывать эту потребность и искать квартиру поближе к метро. Просто на автомате. Потому что все же хотят жить ближе к метро. Нет, не все. А есть люди, которые специально уезжают. В Питере было множество случаев, когда люди специально покупали квартиру подальше от метро. Потом открывалась станция метро, и они уезжали оттуда, потому что они жили спокойной, тихой, размеренной жизнью. А потом станция метро открылась, и они уехали. Ну, ладно, такой случай был один. В Питере не открывается новых метро. Это фейк. Шучу. Открывается, но очень редко. И люди... Да, это был дорогой район. Да... Потому что рядом с метро они жить не хотят. Не все хотят нюхать шаверму по утрам. Ну, потому что невозможно на диете сидеть, например, да, когда ты живешь у метро, и ты вдыхаешь вот эти прекрасные запахи, кур и гриль, да, или шаверма. А в Питере еще был дом, замечательно называется Time. Иногда женщины ненавидели его, потому что он стоял рядом с хлебокомбинатом. И ты когда на просмотр в этот дом приезжал, и там вот этот бомбический аромат свежего хлеба, и вот этой хрустящей курочки. Женщины говорили, нет, я тут никогда не похудею, и не покупали из-за этого там квартиры. Такое было. Потом. Было мнение, есть мнение иногда у людей, что все хотят красивый вид из окон. Все хотят вид на парк какой-нибудь или что-то еще. Слушайте, нет, не все. Дело в том, что вот у нас прям был запрос, да, у менеджера. Значит, женщина покупает квартиру не выше четвертого этажа, и обязательно вид во двор. Вот обязательно она хочет смотреть во двор колодец, а там такой густонаселенный, да, район. Короче, домик буквой П, и сверху еще закрыта, как крышка, еще одним длинным корпусом. И менеджер никак не мог понять, вид на парк стоит, ну, там, на 100 тысяч дороже. Почему она хочет во двор? Потом докопался. А она хочет видеть, как ее дети выходят из подъезда и заходят в школу. Вот она их самих отправляет, чтобы у них самостоятельность, да, была какая-то. Но она хочет видеть, как они из подъезда вышли и как они в школу зашли. И поэтому она хочет только вид во двор. Выяснилось это после показа только. Менеджер никак не мог понять, почему она не готова 100 тысяч рублей заплатить за вид на парк. Он хотел чуть-чуть подороже ей продать квартиру. Но не получилось. Потом, есть мнение, что рассрочка это автоматически невыгодно или ипотека автоматически невыгодна. У людей до сих пор есть мнение, да, что ипотека это кабала. Я с вами всегда объясняю, что смотри, что рассрочка, что ипотека, это финансовый инструмент. Что такое инструмент? Это технически сложное устройство, которым ты можешь сделать произведение искусства, а можешь отпилить себе руку или ногу. И как любым устройством им надо уметь пользоваться, как любым инструментом. У меня до сих пор есть непонимание, почему, когда человек приходит на производство, ему, чтобы в руки дать болгарку, нужно прочитать курс технической безопасности, и он должен расписаться за то, что он понял, как пользоваться болгаркой. И если он отпилит себе руку, все равно ты будешь виноват, как начальник. А при пользовании ипотекой у нас нет такого. У нас нет техники безопасности по работе с финансовыми инструментами. Хотя, извините, финансовым инструментом можно себе отпилить все до банкротства. Но, тем не менее, если правильно пользоваться финансовым инструментом, можно сделать произведение искусства. Если пользоваться неправильно, можно лишиться ноги. Поэтому рассрочка и ипотека – это правильно, если ты знаешь, как этим пользоваться. Это отличный инструмент. Дальше. Всем нужен рядом детский сад и школа. И бытует мнение, что по умолчанию человек, который покупает квартиры, ему нужно все сразу. Вообще вот все и сразу, без каких-либо недостатков квартиры должна быть. Она должна быть дешевая, большая, у метро и рядом должна быть вся инфраструктура. К нам приходил мужчина, который искал квартиру, и менеджер ему предлагает жилой комплекс, к которому подходит, рассказывает. Человек ничего не говорит, просто говорит, нет, давайте другое посмотрим. Менеджер не понимает, почему, потому что комплекс ему подходит по всем потребностям. Подходит следующий, презентует следующий, точнее, рассказывает. Человек послушал, послушал, такой, нет, ну давайте что-нибудь другое посмотрим. И менеджер никак не мог понять, почему человек спрыгивает, потому что по всем потребностям подходит. Он начал аккуратно задавать вопросы, открытые. И выяснилось, что у человека, ну, нет семьи. У него была семья, а теперь нет. Так случилось. И человек, любой проект, в котором есть школа или детский садик, не будет рассматривать. Потому что ему физически больно смотреть на детей, на чужих детей. И в итоге ему нашли проект точечной застройки, где рядом не было, и на его пути не было школы и садика. И он его купил. Он поднялся по чеку, потому что точечный проект обычно стоит всегда дороже, чем жилой комплекс. В большинстве случаев не всегда, но часто. И он счастливо уехал туда жить. Можно ли было это как-то понять? Вот смотрите, еще раз, человек, он не говорит, что я не хочу школы и садик. Он вам впрямую это не скажет. И только аккуратно, открытыми вопросами, менеджер смог докопаться, что ему это рядом не то, что не нужно. А нужно, чтобы этого не было. И вот таким образом докопались и получили сделку. Не задавали бы открытые вопросы, это бы не выяснилось. Вот на себя примерьте, вы бы докопались вот до такой скрытой потребности. Отсутствие школы и садика рядом. Чтобы у человека есть такая потребность. Отсутствие школы и садика. Потом, ну про больницу я уже сказал. Вот это вот додумывание и решание за клиента, это как раз то самое, о чем мы говорили в самом начале. Если вы пытаетесь за человека, за взрослого человека принять какое-то решение на основании, пусть даже своего опыта, то человеку это не понравится. Будьте готовы получать отпор. Вместо того, чтобы быть союзниками со своим клиентом, вы вполне можете стать врагами. Так, еще один случай из жизни. Это уже с счастливым концом, потому что, коллеги, вы знаете, вот я делюсь сейчас вот этим всем негативом, который был. Напишите, вам это полезно или нет, потому что, ну честно говоря, не так-то легко рассказывать, где ты облажался, для того, чтобы кто-то на твоих ошибках смог научиться. Нужно вам это или нет вообще? Потому что я знаю, что истории неуспеха люди любят слушать, да, но их не так-то просто рассказать. Значит, еще один вариант. Человек приходит, говорит, хочу квартиру там не дальше, чем 15 минут до метро, до определенного конкретного метро, для тех, кто в Питере, Ленинский проспект. Вот ему нужно вот там полтора километра до этого метро. И менеджер докапывается до сути потребности. А, не можем его бюджет найти. В его бюджете нет такого, то есть Ленинский проспект почему-то, да, одна из самых востребованных тоже локаций в Питере, люди хотят там жить. Значит, и не можем понять, как это снять. Начинаем докапываться до сути потребности. И выясняется, что он хочет 15 минут до метро, потому что он каждый день ездит три остановки вот по этой ветке до работы. И тут до нас доходит. Мы спрашиваем, ты где работаешь? Там-то. Долго работаешь там? 10 лет. Будешь долго работать? До пенсии еще условно 10 лет. Мне там все устраивает. И мы понимаем, что, а нам не нужно 15 минут до метро. Мы можем взять дальше от метро, потому что Ленинский проспект такая специфическая локация. Там, если ты не рядом с метро, то бывает очень трудно добираться. И мы находим ему дом, квартиру, от которого идет маршрутка прямо до его работы. В его бюджете он получает квартиру и экономит каждый день 40 минут. Потому что так, он 15 минут шел до метро, 10 минут ехал на метро и еще 10 минут шел от метро. Суммарно это получается сколько? 35 минут. Мы нашли ему дом, от которого маршрутка до работы идет за 15 минут. И получается, что он экономит 20 минут в одну сторону и 20 минут в другую. А на метро больше не ездит. Он выходит из дома, достает сигаретку, садится на маршрутку. Это не пропаганда, никто не курите, это жутко вредно. Значит, садится прямо на маршруточку и едет себе до работы. А потом с работы на маршруточке едет себе до дома. Таким образом, докопавшись до судьи потребности 15 минут на метро, мы поселили его в 3,5 километрах. Ну, в 3 километрах от метро, да. Но он более счастлив при этом. Ему более комфортно жить в этом доме. И он со свои деньги получил гораздо лучшую квартиру. Значительно лучшую, чем он мог бы рассчитывать у метро. Так. Давайте про инвесторов. Это последний слайд, кстати. Я больше ничего не буду листать. Теперь про инвесторов. На одном примере. Нахожу объект с очень сложной схемой сделки, но очень выгодной. Чтобы перепродать, можно заработать 60%. Просто сразу же. Если объект большой, купить, разрезать на маленькие объекты и перепродать, то заработать можно более чем в 2 раза. То есть, условно, можно купить объект за 100 миллионов рублей, разрезать на маленькие помещения и продать его за 200 миллионов рублей. Но схема сделки полная жесть. Вообще полная. Доли юридических компаний, банкротство одного из лиц. В общем, черти что. Не буду углубляться. Представьте себе дикую сделку, множественность собственников, да, и у всех своя финансовая ситуация. Я начинаю разруливать эту сделку. До того, как я предложил клиенту, я начинаю решать вопросы. Одному собственнику я говорю, а давай мы тебе заплатим там через нотариальный депозит. Другому собственнику через экрадитив. Третьему через ячейку. Четвертому через конкурсного управляющего. И мы как раз, и вот эту сделку я два дня разруливаю, чтобы ее привести в более-менее приемлемый вид, да, чтобы она была адекватная. После этого я звоню своему инвестору, который искал такое. Говорю ему, смотри, вот есть такое-такое, схема сделки вот такая. Он говорит, слушай, ну интересно, дай подумаю. Через час звонит, говорит, не, не буду покупать. Почему не будешь покупать? Там в два раза выгода. Ну, то есть за 100 миллионов купил, за 200 продал. Говорит, Миш, ты знаешь, по моему опыту в таких случаях обычно какая-то жуткая геморройная сделка. А тут вот никакого геморроя в сделке я не вижу. Поэтому там, скорее всего, какой-то кидок, кидок, которого я не замечаю сейчас. Поэтому нет, извини, я в это не впишусь. И я чувствую себя полным идиотом, потому что я потратил два дня на то, чтобы кривущую сделку разрулить в прямую сделку, додумав за клиента, что я должен решить за него эту проблему. Человек из 90-х, он сам решает свои проблемы прекрасно. Судя по тому, что он из 90-х до сих пор живой, прекрасно себя чувствует. И ему не надо, чтобы кто-то за него решал его проблему. Как раз если бы я пришел к нему с кривущей схемой сделки, и мы бы вместе с ним придумали вот этот способ, как этот объект купить, скорее всего, у него бы это вызвало гораздо меньше подозрений. Потому что это очень выгодный объект с жуткой кривизной. А когда я уже эту кривизну разрулил, он решил, что эта кривизна просто там незаметна. И он испугался и не стал вписываться вот в эту сделку. Потому что, видимо, кривизна настолько глубокая, что ее даже незаметно. Как-то так. То есть там логика была, а сказок-то не бывает. Поэтому почему объект такой дешевый? Так, я читаю чат. И про инвесторов поговорим. Что мне сказать про CDS? Они не фиксируют клиента, притянули с ответом по цене, а потом 10 дней для платной брони, по ключам не ответили, когда. А людям это важно. Как быть? Виктория, у любого застройщика есть свои погремушки. И в этом вот наше преимущество, да, как специалисты. Потому что мы эти погремушки все знаем. И мы знаем, как с ними работать. Поэтому вот у CDS есть вот такие особенности. И нам нужно работать с ними. Иначе мы не работаем просто с CDS. Я здесь рекомендую переориентировать клиента на то, что это в первую очередь старый известный застройщик, который очень хорошо строит. У него особенная технология строительства. У него внешность дома толстая на 56 сантиметров. И нужно с этим... И ради этого можно, скажем так, потерпеть кривую схему сделать. Так. Читаю дальше. Михаил, какой CRM пользуете? Битрикс. Так. Как будет правильно, если клиент приходит и говорит, что выбрал для себя ЖК и хочет именно там? Как в такой ситуации? Скажите, что вы знаете все подводные камни по этому застройщику. Вы знаете все подводные камни в договоре для любого участия. Вы сопроводите эту сделку. И поэтому нужно на сделку приходить именно с вами. Вы сопроводите человека. Естественно, для того, чтобы вы его сопроводили, вам нужно его зафиксировать, зауникалить. Вы бесплатно для клиента пойдете, ему эту сделку проведете, проверите его договор, чтобы все было хорошо. Как пример, я всегда привожу одну из строительных компаний. Опять же, в Академии на маркет не могу называть. Но был застройщик в Питере, у которого в договоре для любого участия был такой пункт о том, что застройщик имеет право раскрывать персональные данные клиента в целях рекламы, использовать его данные и его изображения для рекламы своих проектов. То есть ты, подписывая ДДУ, автоматически мог стать актером для рекламы этого проекта. И тебя застройщик имел право привлечь в любой момент в видеоролик о том, что ты купил квартиру в этом доме. Этот пункт ДДУ был на 14-й или на 15-й странице из 20-ти. То есть это было самое начало тогда ДДУ. Как вы считаете, этот пункт клиентам нравился вообще? Вы бы согласились на такой пункт? При этом удалялся этот пункт очень просто. Ты приходишь в агентский отдел продаж, говоришь, юриста, а они тебе спрашивают, там, 14-3-2 пункт? Ты говоришь, да, убирай. Все, ты вычеркиваешь этот пункт, тебе печатают договор без него. У клиентов глаза на лоб вылезали, когда они видели этот пункт и видели, что они могли бы в любую секунду оказаться на телеке, что Иванов Иван Иванович купил трехкомнатную квартиру за 15 миллионов рублей вот в этом доме. Круто, да? Отличный пункт в ДДУ был. Препортех классно сказали. Татьяна, спасибо большое. Я надеюсь, что вы тоже своим клиентам, когда будете вот так объяснять, они начнут по-другому относиться к ипотеке. Ну, просто аналогия максимально простая, да, что у тебя есть циркулярная пила, ты можешь ей нарезать доску идеально ровно, а можешь руку себе отпилить. Поэтому вот так. Коллеги, спасибо вам большое за обратную связь, потому что, правда, это вот, знаете, все случаи, которые такие больные и про них не хочется обычно вспоминать. Это то, что как раз, да, негативный опыт, который определяет нас как специалистов. Виктория пишет, еще в Питере новостройка с готовой школой, и эта проблема почти везде строится. Она сейчас, дом готов, школа нет, людям это не подходит. Виктория, школа в новостройке практически всегда строится в последнюю очередь, в 99% случаев. Школа строится либо вместе с последней очередью, либо после последней очереди. Поэтому, если нужен свежий дом с готовой школой, вы должны выбирать локацию, в которой строится много новостроек, чтобы ваша новостройка еще строилась, а готовая школа была в соседней новостройке. Надо быть готовым к войне с жителями, потому что некоторые жители считают, что если школа построена в каком-то жилом комплексе, в рамках него, то это лично их школа, ничего подобного. На школу сбрасывают сейчас все застройщики. Даже если строится жилой комплекс или там жилой дом, в котором школы нет, тем не менее, все равно платится взнос на социальную инфраструктуру. Ну вот, например, в Москве, чтобы построить дом 35 тысяч квадратных метров, например, на школу скидываешь 200 миллионов рублей. Застройщик перечисляет в бюджет 200 миллионов рублей на строительство школы. Впоследствии, в будущем. Так, ну да, конечно, спасибо. Спасибо вам большое за обратную связь. Это единственное, ради чего я этим делюсь и переживаю снова эти косяки все. Так, Мария, история успеха, правильный вывод из личного мнения успеха одного без другого не бывает, наверное. Марина, наверное, да, это вот то самое, да, когда забитого двух небитых дают, потому что если у тебя не было негативного опыта, то как ты поймешь, что этот опыт позитивный. Работаете ли в команде или один? Анжела, я за последнее время достаточно сильно устал от подчиненных, за которых я отвечаю, потому что подчиненных очень у многих, не у всех, у многих очень специфический подход к тому, что они подчиненные, а нас надо заботиться. Поэтому я сейчас стараюсь работать только в партнерских отношениях с взрослыми, самостоятельными людьми, которые сами способны обеспечить себя лидами и сами способны решить свои проблемы. Они бегают за мной, чтобы я кофе в офис заказал. Чужой негативный опыт намного лучше, чем свой. Рассказывайте побольше, любовь, да, стараюсь. Я расскажу свой, а вы не совершите эту ошибку и сделаете сделку, мне будет приятно. Поработать с инвесторами нужен вебинар? Да, это вообще отдельная история. Я сейчас кратенько просто расскажу пару историй по инвесторам и все. Елена, это не косяки, а то, что сделал профессионалом. Спасибо вам большое. Я очень надеюсь, что это сделало меня профессионалом, потому что от ошибок это все равно не страхует. В будущем ты совершаешь новое, более сложное и более интересное, и менее очевидное, скажем так. Окей, давайте про инвесторов немножко. Вот смотрите, я работаю сейчас большинство с вами с инвесторами. Мы разные схемы применяем, да, в том числе мы выкупаем недвижимость торгов, мы делаем срочный выкуп, займы, поцелов недвижимости и так далее. Много чего. Если человеку нужен пассивный доход, мы ему находим сейчас коммерческую недвижимость, для того, чтобы сдавать в аренду. Квартирами в аренду не занимаюсь, ну, потому что там нет окупаемости. Там окупаемость 20-25 лет, а это не окупаемость. Я ищу 8 лет или менее. Лучше в идеале 6, чтобы 6 лет окупаемости, это вот цель прям. И вот мы приходим с человеком, и я ему предлагаю подвал. Подвал с окупаемостью 4 года. Такие есть. Условно я сейчас на вскидку назову. Вот есть сейчас подвал 800 квадратных метров, относительно недалеко от Москвы, в поселке городского типа, за 13 миллионов рублей. 800 метров за 13 миллионов рублей. Осознали? Я человеку говорю, дружище, вот, покупай. Он приходит, фу, это какая-то деревня, тут какие-то алкаши, и это подвал, без окон, что мне делать? В смысле, что делать? Вот смотри, видишь, у тебя на первом этаже Озон, Вайлдберрис и Яндекс.Маркет сидят. Вот предложи им на 100 рублей дешевле переехать к тебе. Пусть по 300 рублей за метр у тебя снимут это помещение, потому что они сидят по 450 за метр, я это знаю. Посади туда пивную, посади туда магазин недорогой одежды, посади туда условного Котофея. И вообще все магазины, или там недорогую парикмахерскую посади туда. Смотри, ты купил 800 метров за 13 миллионов рублей. Это, извини, сколько денег за метр? 15 тысяч рублей с квадратного метра? 300 рублей за метр ты это сдал. 300 рублей за метр. Это мега дешево, и у тебя сядут на все 800 метров. Там деревня 10,5 тысяч жителей. Ну, это поселок городского типа, точнее, БГТ. За 300 рублей, если ты это сдал, у тебя окупаемость будет 50 месяцев. Это 4 года. Человек говорит, нет. Подвал? Нет, подвалы не окупаются. Я это все знаю, я это уже проходил, подвалы не окупаются. Как это? Как не окупаются? Вот посмотри, я тебе все посчитал. Человек говорит, нет, и уходит. Не покупает этот подвал. А знаешь, что он покупает? В пике коммерцию на первом этаже с окупаемостью по самым скромным оценкам 12 лет. Вот это инвестор. Знаете, я иногда... Бывает такое, меня клинит на таких случаях, я их называю мамкиными инвесторами. Это люди, которые выбирают глазами. Понимаете, когда ты выбираешь инвестицию, ты глаза вообще должен закрыть. Ты должен видеть только бабки. Вот у тебя есть Excel, ты в Excel посчитал, за сколько ты купил, сколько ты плачешь налогов, какая у тебя система налогообложения. Вот ты получаешь, допустим, тебе платит арендатор 10 тысяч рублей в месяц, то ты сколько с этого налогов платишь? На общей системе налогообложения 40, на упрощенке 7, как физик 13%. И вот ты считаешь, сколько ты плачешь с этого. Ну, и у ПШК есть расходы, да, он платит за себя страховые пенсионные взносы. По-моему, сейчас порядка 40 тысяч рублей в год, 37, что такое. И надо считать, окупается ли это. То есть, да, ты плачешь не 13% налога, а 7% налог, ну, 6%. Но при этом у тебя есть вот эти вот взносы, да, окупаются они или нет. Если у тебя есть обычно одно-два коммерческих помещения, да, окупается, надо сдавать через ЭП. Так вот, и человек приходит, видит вот этот подвал с окупаемостью 4 года, говорит нет, и покупает красивенькое коммерческое помещение на первом этаже с окупаемостью 13 лет, 14 лет. Почему? Потому что люди по-прежнему выбирают глазами, потому что люди хотят красивенькое. И даже когда к тебе приходит инвестор, и даже когда тебе инвестор говорит, мне плевать на все, главное, чтобы доходность была, это неправда. Люди по-прежнему продолжают выбирать глазами. Именно поэтому так важно, чтобы дом, который вы продаете, был красивенький и нравился людям внешне. Давайте так, еще раз, можно я вас еще потормошу? Просто уже почти 2 часа прошло, я хочу узнать, есть ли кто-то живой здесь. То есть, коллеги, напишите, пожалуйста, кто в семье принимает решение о покупке, мужчина или женщина? Деньги мужчина заработал, вопросов нет. Деньги заработал мужчина, все хорошо, ипотека оформлена на него. Кто принимает решение о покупке в семье? Правильно, конечно же, принимает женщина. Мужчина может посоветоваться, посвящаться, но в 85% случаев решение принимает, естественно, женщина. Как минимум, она является... Смотрите, хорошо, давайте так, я скажу проще. Вот вы выбирали месяц, и у вас осталось две квартиры. Одна красивенькая и одна нет. И кто в итоге примет решение, какую из этих двух квартир купят? Конечно, женщина. Евгений пишет, что женщина пишет, что женщина. Нам можно спорить? Евгений, есть старый анекдот. Коля пойдет... Не Коля, не знаю, Ефрат, да? Ефрат, пойдешь с нами в бар? Не, нельзя. Ефрат, поедешь с нами на рыбалку? Не, нельзя. Ефрат, не жалеешь, что женился? Нельзя. Что нельзя? Нельзя жалеть. Можно ли спорить с женщинами? Можно, но бесполезно. Ангрина спрашивает, что молчишь, муж? Это потому что спорить с женщиной бесполезно. Спорить можно, но если женщине неудобно, не будете там жить. Оксана тоже в курсе, как это работает. Короче, решение принимает женщина. Женщина, а теперь можно я у вас спрошу? Две одинаковых квартиры, но один домик красивенький, а другой некрасивенький. Какую купим? Один домик красивенький, и в нем на 5 квадратных метров меньше. А в другой домик некрасивенький, но в нем на 5 квадратных метров больше. Какую квартиру купим? Женщина, пожалуйста, напишите. Разница 5 квадратных метров и красивенький дом. Какой? Красивенький. Конечно, конечно, вы купите красивенький дом. Вот с инвестициями то же самое. Если у вас есть страшный, вонючий подвал с окупаемостью 4 года, и у вас есть коммерческое помещение на первом этаже с окупаемостью 15 лет, вы купите коммерческое помещение на первом этаже. И почему-то это так работает. И те инвесторы, которые приходят к вам и говорят, да я, мне чисто окупаемость важна, да сейчас чисто окупаемость важна. А потом приходит и говорит, какие тут окна, господи. Однажды, это не у меня, это у моей супруги было. Она продает коммерческое помещение, и приходит мужик, она ему говорит, слушай, тут окупаемость 30 лет, это вообще забей, нереально завышенная цена. И он покупает это коммерческое помещение. Знаете почему? Там была шикарная люстра золотого цвета с хрустальными вот этими вот капельками. Он купил помещение в три раза дороже рынка из-за люстры. Потом звонит, она говорит, слушай, не, я не буду эту сделку сопровождать, ну, шляпа полная, и так нельзя. Он ей звонит, говорит, слушай, давай продадим это помещение. Она говорит, за сколько? Ну, говорит, я его купил там условно за 30 миллионов рублей, но люстру-то я снял, поэтому давай за 29 500. Она говорит, слушай, там рынок 11. Рынок 11, о чем ты говоришь вообще? Он говорит, в смысле, я за 30 купил. Вот и дурак, ну что ты купил, ну что я могу сказать, но ты купил сильно дороже рынка, как я это продам-то? У меня был случай, инвесторы купили апартаменты в Питере. Человек уехал из России, не живет в России, это было еще до того, это был 20-й, что ли, год, или 21-й год, я ничего не помню. И звонит человек, говорит, слушай, так и так, я тут, короче, кое-что купил, мне надо продать. Он мне звонит условно 25 марта и говорит, мне нужно продать до 1 мая. Понимаете, да, задачу? Чувствуете задачу? Продать нужно за 4,5 недели, ну, за 5 недель. Я говорю, слушай, хорошо, давай так, мне нужно, чтобы ты мне заплатил 5%, и цену я выберу сам. Тебе же нужно срочно продать, тебе нужно вытащить бабки. Тебе нужно не максимально выгодно продать, а быстро. Человек говорит, да, хорошо. Что я делаю? Клиенту же нужно быстро продать. Я делаю быстро классный оффер, красивый, и рассылаю его всем своим знакомым агентам, и пишу им, что, ребят, ваша комиссия 3%, если вы быстро продадите вот это предложение. О цене договоримся, стартуем там условно с 5500 за апартамент. На следующий день мне звонит вот этот человек, а мы же с ним давно, он у меня уже много покупал, продавал, и говорит, нет, слушай, я подумал, 5% это дофига, и 5500 это слишком дешево. Я говорю, дружище, смотри, тебе надо продать за 5 недель. У тебя нет выбора сейчас. Ты должен платить 5% и отдавать за ту цену, которую тебе сейчас даст клиент, потому что иначе ты за месяц не продашь, и ты потеряешь ту квартиру, ту недвижимость, которую ты купил. У человека взыграла жадность, он говорит, так, нет, вот это все, квартиру я у тебя отзываю, у меня ее будет продавать другой риэлтор, а тебе остается 2 студии, и платить я тебе буду 3%. Я говорю, знаешь, дорогой, давай так, никаких гарантий по срокам, она будет стоять, тихонечко продаваться. Гарантий по срокам я тебе не даю. Я же тебе объяснил свою ситуацию. Какая разница, какая у тебя ситуация? Рынок есть рынок. Чтобы продать за 5 недель, тебе нужен супер-офер. Ты должен продать дешево и отдать 3% встречному риэлтору, для того, чтобы риэлтор нормально работал. Мы не общаемся больше с этим человеком. Он считает, что мы продали 1 апартамент в результате. У него было 5 апартаментов. Он мне в продажу оставил в итоге 3. Мы продали 1, и 2 он в итоге не стал продавать через меня. Я в итоге последний для него судак с другой буквы. Понимаете, когда люди приходят к специалисту и говорят, мне нужно сделать вот это. Специалист говорит, нужно сделать вот так и вот так. Нет, я не согласен. Вот когда приходит такой человек, я сейчас просто говорю, до свидания. Я просто не трачу свое время. Потому что в течение месяца этот человек каждый день мне звонил и ныл по полчаса. Насколько же сильно ему нужно продать? Дружище, если тебе нужно сильно продать, ставь адекватную цену, ставь адекватные комиссы. И тогда ты продашь. Звонить и ныть мне каждый день по полчаса бесполезно. Это не приближает тебя к сделке. Так, окей. Маргарита пишет. Миша, согласись, что ориентатор моей коммерции тоже смотрит на красивенькое? Да, смотрит. А еще он смотрит на цену аренды за квадратный метр. И он, может быть, готов будет себе переплатить 5-10%, но не 50%. Смотри, еще раз. Я тут говорю о категориях окупаемости 4 года и окупаемости 15 лет. Разница в 3,5 раза. В 3,5 раза. И человек ради красивенького готов окупаться на 4 года от 12 лет. Так он сразу и считал, в аренду в полтора раза ниже рынка для инвестора. Смотрите. Нет. Есть тема купить дорогое, чтобы сдать выше рынка. Эта тема есть. Но вы должны понимать, что туда сядет не искать пятерочка туда бесполезная, у пятерочки жесткий алгоритм оценки. Вы не купите дорогое помещение и не поставите туда адекватные деньги с укупаемостью 8 лет пятерочку. Что посадить пятерочку? Вы должны купить ушатанное в нулину помещение и отремонтировать его. Вот тогда. Причем ремонт у вас должен делать подрядчик, естественно, пятерочка. Короче. Я дочь офицера, не все так однозначно. Так и хочется этот мем вспомнить. В некоторых случаях арендаторы, если это нечто имиджевое, вы действительно готовы сесть чуть выше рынка. Ну, не в два раза. Если вы покупаете коммерческое помещение в два раза выше рынка, вы это не отобьете. Это как знаете... Вы знаете, что настоящие инвесторы живут в съемных квартирах? Могу объяснить, почему. У них нет своей квартиры. Дело в том, что вот смотрите, коммерческое помещение, если ты нормально нашел коммерческое помещение, если ты не купил фигню, если ты его нормально сдал, коммерческое помещение приносит 1% от своей стоимости в месяц. То есть окупаемость 8 лет – это 96 месяцев. Ну, грубо, 100 месяцев окупаемости. Соответственно, 100 месяцев окупаемости – это 1% в месяц. Купил коммерческое помещение за 10 миллионов рублей, оно должно тебе приносить 100 тысяч рублей в месяц. И тогда оно у тебя окупится за 100 месяцев. Это вот самый простой подсчет, как посчитать, выгодно коммерция или нет. Будет ли она приносить 1% своей стоимости в месяц. По идее, по-хорошему, конечно же, надо накинуть еще на налоги. То есть по-хорошему, коммерция должна приносить 1,05 или 1,1% от своей стоимости в месяц. Тогда это выгодная коммерция. Если приносит больше – это супервыгодная коммерция. Если приносит меньше – давайте считать, можно ли что-то с этим сделать. Например, иногда коммерцию можно разделить на два помещения и сдать их в сумме дороже, чем вот это. Иногда можно купить отвратительные совершенно проходное офисное помещение и нарезать там комнатушек по 3 метра под юридические адреса и каждое сдать по 5-8 тысяч рублей в месяц. Можно так сделать с коммерческим помещением. Короче, это творческий процесс, очень творческий. Вы не должны мыслить, купил одно помещение, сдал одному арендатору. Это невыгодное мышление. Мыслить надо творчески. Что можно из этого сделать? Например, у нас знакомый вышел в плюс по помещению. Знаете, чем? Он поставил пункты вендинговые аппараты. Они ему приносят, по-моему, 4-5 тысяч в месяц каждый. Он поставил автоматический пункт выдачи Алиэкспресса. Господи, называется он Цайнау. Я не могу говорить эти буквы. Цайняу – это ячейки, которые ты ставишь там за 2 тысячи рублей в месяц для того, чтобы туда курьер приходил, и люди потом приходили, пункты выдачи. Таким образом, поднимая трафик своего помещения. За счет этого он стал окупаться гораздо лучшим, и у него теперь окупаемость составляет не 96, а 84 месяца. Вот только за счет вот этих вендинговых аппаратов, потому что он их доставил туда, и его арендатор был не против. Наоборот, арендатору было удобно, что он может попить кофе и купить шоколадку, не выходя из офиса, да, или там чипсы, условно. Вот. О чем я это все говорил-то, собственно. Да, о том, что коммерческое помещение должно окупаться за 100 месяцев или меньше, и тогда это хорошее коммерческое помещение. Посчитайте квартиру. Вот давайте так, вы купили коммерческое помещение за 30 миллионов рублей, и оно платит вам, приносит 300 тысяч рублей в месяц, оно окупается 100 месяцев. Или вы купили квартиру за 30 миллионов рублей. За сколько вы издадите? Давайте так, все. Вот, коллеги, напишите, вот в вашем городе, вот вы купили квартиру или одну квартиру за 30 миллионов рублей. За сколько в месяц вы можете ее сдать? Вот в Москве я вам могу сказать, что квартира стоимостью 30 миллионов рублей сдается за 70-90 тысяч рублей в месяц. А в других городах сколько? А я пока почитаю чат. Виктория, согласно таких клиентов в бан. Виктория, я бы сам его послал. Мы просто сделали с ним уже несколько сделок, и я думал, он адекватный. А вот на моменте продажи он стал вот так себя вести. Поэтому я думал, у нас с ним дружеские отношения, но на тот момент человек перемкнул. Он сам залез в финансовую, условно, жопу и думал, что я теперь из дружеских отношений должен сейчас весь рынок изменить и продать дорого и быстро. Молодец, конечно. Ну и правильно, пусть они тоже знания и компетенции. По сути, да. Он считает меня, я считаю его, у нас все взаимно. Где научиться инвестированию? Любовь, а тут такого нет. А вот в смысле, я основные правила уже рассказал. Там секретов-то в инвестировании никаких нет. Ты просто считаешь либо выгодно, либо нет. Вот я посчитал. Любовь, если окупаемость 100 месяцев есть, это выгодно инвестировать. Если нет, то нет. Можно ли у вас? Может, есть курс толковый. Любовь, вот смотрите, коллеги из маркета, вы же здесь точно. Вот смотрите, у нас Любовь хочет курс по инвестированию. Давайте серию вебинаров запустим по инвестированию. Наталья пишет 30, 50, окей. Любовь, 100. Ее нужно сдавать на короткие сроки, чтобы окупалась. Евгений, я согласен, но при краткосрочной аренде очень высокий износ отделки. Если вы сдаете квартиру посуточно, а не по... Если вы сдаете квартиру помесячно, ну, на долгосрок, да, у вас ремонт живет 8-10 лет. При нормальном аренаторе, естественно. Если вы сдаете на посудку, у вас ремонт живет 2-3 года. И косметически вы должны делать постоянно. И плюс у вас постоянно идут вложения в то, что чайник сгорел, бокалы разбились. Поэтому, да, но вы должны понимать, что в посудку, во-первых, это отдельная работа, это очень много временных затрат. Вы должны каждый день бегать, сдавать эту квартиру, да, или там раз в три дня. Во-вторых, вы должны очень внимательно проверять, потому что у вас могут спереть телевизор или повесить вместо рабочего телевизора, купить советы нерабочие за 3 тысячи рублей, повесить, и вы не сможете это проверить. То есть, если вы не будете только проверять, реально, вот телек включать каждый раз, все ли каналы работают. Также могут спереть что-то короче, износ, высокий износ при посудке. Ольга пишет 50-100. Дружить с клиентами не всегда хорошо. Вот теперь и я тоже держу клиентов на расстоянии. Раньше я очень старался установить прямо дружеский контакт с человеком. Теперь я уже не стараюсь это сделать. Новосибирск с хорошим ремонтом 60-70. Просто за 30 миллионов в Питере за 300 не сдать, но я могу ошибаться. Любовь к коммерции сдать. Если вы купили за 30 миллионов, то вы... Нет, подождите, сейчас про Питер отдельно. Короче, вот смотрите, вы все пишите мне и правильно пишите, что если вы купили квартиру за 30 миллионов рублей, то сдать вы ее сможете край за стол. А вот теперь смотрите, зачем мне покупать квартиру за 30 миллионов рублей? Когда я куплю коммерцию за 30 миллионов рублей, которая будет мне приносить 300 тысяч рублей в месяц, буду снимать квартиру стоимостью 30 миллионов рублей за 100 тысяч рублей в месяц, и еще 200 у меня будет оставаться. Вопрос, зачем мне покупать квартиру? Понимаете, сдавать квартиру относительно ее цены жутко невыгодно. Деньги проще в банк положить, тем более сейчас ставку дополнительную еще подняли. На эти деньги проще купить коммерции, а квартиру снимать, а коммерцию сдавать. И получается, что вы купили коммерцию за 30 миллионов рублей, она вам приносит денег. Вы пользуетесь квартирой за 30 миллионов рублей, и у вас еще остается денег на две таких квартиры, на пользование двумя такими квартирами. Вопрос, зачем вам ее покупать? Это вопрос инвестора. Когда вы для себя ответите на вопрос, что да, вообще-то при таких раскладах мне своя квартира нафиг не нужна, мне надо ее продать и купить коммерцию за эти деньги, а квартиру снимать. Вот тогда я смогу сказать, что у вас мышление инвестора, оно действительно появилось. Теперь про Питер. В Питере абсолютно дикий рынок, это просто прерии, помпасы по коммерческой недвижимости. Найти в Питере коммерцию с окупаемостью меньше 15 лет, это прям удача. Найти в Питере коммерцию с окупаемостью 8 лет почти невозможно. Я вот скажу, что в Москве найти коммерцию с окупаемостью 10 и менее лет, это нормальная абсолютно история, вы можете спокойно это сделать. Найти в Питере такую коммерцию, можно застрелиться совершенно. Мы работаем с объектами, в том числе с торгов по ванкротству, и мы находим объекты с окупаемостью 3-4 года. Это для примера. Коллеги, 2 часа почти истекло. Я, как всегда, обещал полтора часа, прочитал 2. Пишите вопросы. Я вроде весь чат пролистал. Если я пропустил какой-то вопрос, пожалуйста, продублируйте его. Еще 5 минут у нас есть. И я бы очень хотел попросить у вас сегодня обратную связь. Смотрите, я когда вот вебинар читаю, мне кажется, что важно что-то одно. Но люди, когда его слушают, говорят мне, Миш, на самом деле это не то, что ты думал, это не вот это важно, важно что-то другое. Вы можете коротко написать, вот вы для себя какую важную информацию из того, что я рассказывал, сегодня нашли. Потому что мне кажется, что самое важное – это не додумывать за клиента. А мне люди, например, часто потом пишут, Миш, а на самом деле самое важное вообще-то было установление контакта, и я разработал свое приветствие. Напомню, что мы начали с правильного приветствия с человеком. Коротко, в три слова напишите самое полезное, что я сегодня рассказал для вас. И мне прям будет приятно. И я в следующий раз прочитаю более подробно на эту тему именно. А я почитаю как раз пока обратную связь. Так, надо уже бежать, будет ли запись. Слушайте, по-моему, да, вебинар пишется. Любовь, спасибо огромное, очень интересно. Любовь, спасибо огромное за обратную связь. Да, запись надо отправить на почту. Как можно проконсультироваться по коммерческой недвижимости? Давайте так, я напишу свой канал в Телеграме, где я для своих инвесторов выкладываю предложения, которые я считаю выгодными, которые я им рекомендую купить. Это канал чисто для своих, там человек 40, наверное, не больше. Можете на этот канал подписаться, он открыт, посмотрите. И там же в контактах меня как раз найдете, пишите мне в Телеграм вообще спокойно. Ольга, благодарю за эфир. Интересно познавать, но главное легко. Ольга, спасибо огромное. Правда, очень стараюсь. Я сам ходил вот на эти заумные тренинги, когда тебе начинают рассказывать про квазиконтроль клиентам сделки. Мне хочется убивать. Какой квазиконтроль? О чем речь? Клиент просто хочет выбрать то, что ему подходит по потребностям, используя твои знания и твои навыки. Условно, ты не просто болгарка, да, а ты человек, который умеет пользоваться болгаркой. Клиенту надо отпилить, но он не хочет учиться сам. Маргарита, спасибо большое. Екатерина, не додумывайся за клиента. Это боли моя, я себя на этом сам поймал в свое время. Остальное себя привело отлично. Любовь, спасибо большое. Боль ускорит сделку. Да, боль ускорит сделку, это правда. Евгений, мы сегодня не разбирали особо про инвесторов, потому что это вообще не в рамках этого вебинара. То есть инвестор это вообще отдельный веб, чисто на 2,5 на 3. Не принимать решения за клиента. Да, я убежден, что если вы сейчас откроете свою CRM-ку и посмотрите, вы 100% докинули клиенту потребностей, которых он вам не говорил и не хотел этого. Татьяна, спасибо большое за обратную связь. Екатерина Савченко, спасибо огромное. Валентина, спасибо. Стараемся. Да, этот вебинар, правда, читаем не первый раз. И он такой немножко выкристаллизованный. Разминочка. Благодарю за эфир, очень много полезный. Мария, спасибо большое. Приветствую, выявление потребностей. Оксан, да, приветствие. Вот буквально сами себе на 10 слов напишите. Я уверяю, люди лучше начнут относиться к тому, что вы говорите. Ангелина, спасибо большое. По инвестиции круто, про недодумывание спасибо. Коллеги, вроде бы на все вопросы я ответил, обратную связь прочитал. Коллеги, всем хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо, что приходите. Если хотите, чтобы еще какую-то тему разобрали, не забывайте писать коллегам в InMarket, что вот это понравилось, вот это хочется подробнее. Потому что если вы напишите в InMarket, они меня еще пригласят. А если нет, то нет. Всем хорошего дня, удачных сделок и установленных контактов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok